Мам, дорогая, а я вот распинаюсь уже две минуты. Итак, господа, всем... Ага, Марго, привет. Мы на стриме уже. Ой, как всё плохо. Да, господа, я вас второй раз за вечер приветствую, потому что первый раз вы меня нихера не слышали. Сегодня, суббота, 21 сентября 2019 года, 21.07 по Москве. Мы на канале Конферен... Ну ты, блин, да что ж я постоянно хочу это произвести? Мы на канале Поучительные Истории, в которой раз стримлю здесь я, Никита Ветов, он же Накита Камзи. Я отобрал у депутата из Единой России канал, и теперь главный здесь я. Вот. Сегодня у меня в гостях будут два человека. Первый лингвистов Убер Маргинал, и второй Александр Каргин, который уже бывал и на стримах Марго, и на стримах Уезжа Сарматы, и на стримах даже Услина... Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Анатолий. Нет, я боюсь, я не Анатолий, боюсь я Никита. Он же Накитакадзе. Анатолий сейчас молчит, и даже не совсем факт, что он нас с вами слышит. Потому что у него проблемы со связью Он сейчас едет по Америке А Америка, как известно, это страна третьего мира И там нет нормального интернета Потому что нормальный интернет есть только в одной стране А это, конечно же, Россия А я думал в Грузии Я понял Короче говоря, это как в этом В американских фильмах так часто есть Что есть главный герой Его мозг захватывается кем-то другим И полный пиздец начинается А это вот вы задаете периодически Такие интересные вопросы про Хасидов, правильно? А я не знаю, о чем вы говорите Понятно все Все понятно Ну, так мы с вами будем делать стрим А вот смотрите У Маргинала большие проблемы с качеством связи Но в стрим мы уже заявили А мы в него уже вышли или нет? Да-да-да, кстати, да Я извиняю, что я вас не предупредил Да, мы уже на стриме, нас слушают Так вот, Александр Возможно, нам придется вести диалог с вами Я накидал Две темы, но я не совсем уверен, что А-а-а, там Какой? Так Я чувствую, что это будет охуенный стрим А-а-да, это будет стрим Ну, как бы Уровень Убер-маргинала Хорошо, что Анатолий нас слышит Так Не факт, что он нас слышит? Да я уж понял это Я уж понял А, это шутка была, извините А вопросы, почему Вопросы, а-ля Почему эти Хасиды убили Немцова Будут? Нет, знаете Я не думаю, что Хасиды убили Немцова Судя по всему, Немцова убили Действительно рандомные чуваки Которые на полном серьезе Не считали, что за ними будут охотиться И что их вообще будут искать Они, видимо, считали, что Немцов личный враг Путина И то, что Немцова можно убить под стенами Буквально под стенами, сука, Кремля Я там был на этом самом месте Я охерел Это буквально под стенами Кремля Можно рукой, сука, дотянуться Так вот Суть по всему, эти рандомные чуваки не знают Если это не вы задавали мне все время этот вопрос Это не так интересно Это не так Да, прикольно Хорошо, ну, жаль, жаль, жаль Да Ну, давайте начнем Я так понимаю, что Толя есть что присоединиться Все верно? Да, я надеюсь, что Толя действительно к нам присоединится Потому что Темы у меня по факту только две Вы можете очень быстро на них ответить И да, господа Ах, да, 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 стоп Я опять же Из-за того, что нервничаю Из-за того, что маргинала нет Я забыл включить алерты И вывести их на экран Я включаю алерты И начинаю на них любоваться Так, да, кстати Как вас зовут? Никита либо Накита Любой вариант, который вам удобнее Накита Накита, оказывается, просто знакома Это хоть как-то Ну, Никита давайте Никита, все нормально У нас все будет хорошо Не переживайте С нами Бог Да Итак, давайте первую тему Первая тема Выборы в Израиле Конкретно мне прокомментировать нечего Я за этими выборами не слежу Я от Израиля далеко В Израиле не собираюсь Ни на ПМЖ Ни в гости Так что О, я вижу Толю Это прекрасно Да, да, да Вот Толя Даже у него глаза большие Оказывается Бывают Ага Так, Марго Я сейчас тебя выведу на экран Я просто думал Что Толя Он наполовину кореец А нет Я не вижу больше донатов Судя по всему Донатов пока Нет Ну, конечно На что здесь донаты Потому что Ничего не делаем Нормально Нормально Я Ой, Робовойс Ой, Робовойс Я сегодня Не Не за донат О, пиздец Мы сегодня работаем За идею Да Я Я чисто по расписанию Денег не будет Но вы держитесь Да У меня Обязательство Передаю аудитории Просто Я по расписанию Мне надо Толь У нас сегодня Не дебаты Правильно я понимаю То есть у нас сегодня Не, не, не Это Это Нихуя не дебаты Я О, Толь Мне кажется Ты успел что-то Въебать Не Я не спал Просто Нихуя То есть тут Ну это примерно Эффект примерно Одинаковый Стучит Верхняя шконка Тут просто У меня Есть верхняя шконка Она пустая И она Дергается Постоянно Я Вот Ночь Еще Попробовал Поспать А ты куда едешь Что-то особняюще Получилось Я еду В Лос-Анджелес Куда ты едешь? В Лос-Анджелес Еду А, в Лос-Анджелес Ну понятно Это Ага Как американский Узялупинск Да Это да Это 23 часа На поезде Все ясно Да Ну хорошо Столица Либерального мира Ну да И при этом Тут Платный Завтрак Обед и ужин За дополнительные Короче Деньги Так и должно быть Все 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 по правилам Я Просто охуеваю То есть я вот Именно Вот когда я Заплатил За отдельную Вот эту каюту За отдельное купе Одноместное Я понял Почему американцы Так хейтят Ебучий Амтрак Понятно Понятно Это Это не Пропаганда Либертарианской Партии Там еще какая-нибудь Хуйня Это просто Какой-то Факт жизни Абсолютно Реальный Что Амтрак Нефункциональное Говно Какое-то Сан-Савдеповское Я просто Охуеваю Тут Например У меня есть Кнопка Которая Переключает Дневной И ночной Свет А давайте Покажу У меня же Камера Вот эта Кнопка Значит Вот она Включает Основной Свет Написано Потолок И вот Ты сюда Ее хуяришь И получается Ночной Свет Ночник Типа Найт А если Посередине То по идее Оба Должны быть Выключены Оф Но нихуя Хуй там плавал Потому что Вот эта Пизда В потолке Она горит Всегда Она никуда Не девается Все Связь Сейчас Мы потеряли Пока Не потеряли Связь Есть Да Да Мы тебя Слышим Толь Я тебя Даже Вижу Ну не тебя Сейчас Вижу Глубинную Америку Вот Эту Страну Обетованную В общем Вот эта Пизда Ночного Света В потолке Она не гастит Никогда При том Что есть кнопка Чтобы ее погасить Она не работает То есть Я как бы Ночью ехал С этим светом Сраным Чтобы мне Не светило В ебло Вот это Говно Я Специально Значит Слухонку Хотя Она мне Нахуй Не усралась Блядь Я на нижней Сплю Вот Но Я просто Верхней шконкой Загородился От света Я такой Хуйни Блядь В России Даже Не видел Никогда В электричках То есть Это полный Пиздец Ну хорошо Хотя Ну типа Купе На одного Человека То есть Я его Закрыл На замок Занавесил Дверь Занавеска С липучкой Их хорошо Все Блядь Заебись Вот Ну По крайней мере Мне дают возможность Зарядить телефон И есть Вот Две вот таких Бутылки Минеральной воды Они входят В стоимость билета Блядь А туалет Не входит Поэтому приходят Использовать Эти же самые Бутылки Да Туалет Общий То есть У нас Тут В этом Вагоне Два общих Туалета Идут То есть В этом плане Я особо Не жалуюсь То есть Есть душ Блядь Ну общий Ну душ Нахуй Поезд Вот Но Как бы Поэтому Я пользоваться Не буду Блядь Зачем Я В отеле Помоюсь Потом Еду Ну типа Душ Поезде Это когда ты Предполагают Что ты едешь Куда-то После штурма Зоны 51 Так ли это Все правильно Все правильно То есть Вот то что сейчас Вы видите Я знаете Я не показываю Самого себя Не показываю Каюту Свою Почему Потому что На самом деле Это я не на поезде Так Видео есть Так а какие у нас Вообще-то Есть выборы Вы знали А какая вторая тема Вторая тема Бомбардировка Огромной станции По добыче нефти В Саудовской Аравии Окей Так это у нас По-моему Пару дней назад Тоже произошло Да Это произошло Пару дней назад Но это свежачок Все еще свежачок Окей Окей Я думаю Вы захотите Обсудить Твит этого Колби Квингтона Про Хабиба Боюсь я Здесь конкретно Не в теме Анатолий Может быть Ты что-нибудь скажешь Толь Знаешь Что такое Колби Квингтон Понятия не имею А не Я не правильно Квингтон Квингтон Это Любимый Боец UFC Трампа Вот И Сейчас же В этом Было Вчера Было сообщение В UFC Что Посмотрели Короче говоря Американские зрители Ролик Известный Где Хабиб Борется с медвежонком Это известный ролик Он тогда Хабибу Еще 12-13 лет И он борется С маленьким медвежонком И побарывает Этого медвежонка Вот И короче говоря Ну Зрители Очень как бы Там были недовольны Были защитники животных Что Типа Плохое обращение С животными И так далее А вот этот Квингтон написал В своем твите Что Типа Это вы еще Не видели Что он Что он С овцами делает Вот И по этому поводу Сейчас там тоже Начался скандал Там огромное бурление И так далее Как я понимаю Этот ковингьон Он очень Так Очень умеет Подрывать Пердаки Я слышу Обрыв Петольного смеха Я не знаю Насколько тут Надо давать Предисловие К этому Ко всему В Израиле Пару дней назад Случились выборы Это были Неочередные выборы И вторые По счету Неочередные То есть до этого Уже в апреле Все произошло И Был определенный результат Да Но В Израиле Чтобы сформировать Правительство Никогда не формирует Одна партия Должна Это парламентская Республика И надо набрать Коалицию из партий Да Там всего 120 мест И тогда должна быть Коалиция 61 депутат То есть Половина Плюс 50% Плюс 1 голос И тогда ты можешь Делать Делать правительство Вот Но короче говоря Коалицию Собрать не удалось Вот Не смогли договориться Вот И поэтому Произошли повторные выборы Вообще В самом Израиле Есть глобальное Противостояние Двух блоков Левых и правых Там есть вообще две Меня нормально слышно? А да Мы вас слышим Вот Есть две Два таких разлома В обществе Это левые и правые И это Светские религиозные Ну Светские религиозные Это понятный разлом Да Все очевидно А Левые и правые Это не только Экономическая категория В Израиле То есть Это По вторую очередь Экономическая В плане экономики Там понятно Чем правые От левых Тут у евреев Все как у людей Правые За Рыночек Свободу Конкуренцию Левые Это госрегулирование Социализм Налоги Выплаты И так далее Но основное Различие Не по Экономической Теме А по Политике В основном По политике В отношении Арабов По арабскому вопросу Левые Они за уступки Территориальные Не только Территориальные Левые Они за то Что Надо Быть Мягче Надо Поддаваться И так далее И в итоге Будет мир А правые За более Жесткий подход Чтобы Израиль Более твердо Сел на своем Не шел На уступки Какому-то давлению На удар Отвечал ударом И соответственно Только в этом случае Если Израиль Так себя будет вести То будет на каком-то Этапе мир То есть В принципе Обе силы Хотят мира Просто по-разному Видят Достижения И как бы Аргумент Главных прав Правых Что каждый раз Когда Израиль Уступает То мир Нихуя не наступает А арабы Только хотят Еще большего И большего Вот И На этих выборах Все было то же самое Как бы Стандартное Противостояние И был Как бы Глава правого Лагеря Это нынешний Премьер-министр Бенья Мини Таньяху Вот Условным Главой левого Лагеря стал Бенни Ганс Это бывший Начальник Генштаба Да Там вообще Он сформировал Блок партии Под себя В который в этом блок партии Выходили очень много военных Вывших военных Вот Сказать что Сам Ганс Полноценный левый Это на самом деле Не совсем так Он скорее такой Левоцентрист Да Себя он вообще Подсоцинирует Он не подсоцинирует себя Как левым Он подсоцинирует себя Больше как центристом Но тем не менее Как бы к нему Стали уходить Левые голоса Вот Центристские Левые Вот И еще отдельно Отдельно Как бы Стояла На этих выборах Отдельная сила Это русскоязычная Партия Наш Дом Израиль Вот Не все Русские Русскоязычные Израильтяне За нее голосуют Более того У многих Русскоязычных К этой партии Есть претензии К ее лидеру Есть претензии Это Виктор Либерман Но тем не менее Как бы до сих пор Наш Дом Израиль Собирает русские Голоса Собирает очень нехило Так вот Обычно Наш Дом Израиль Это как бы Наси позиционировал Как правая партия Что они правые Там Занимали себя Очень жесткую позицию Там в отношении Там всяких Арабских террористов Они за введение Смертной казни Да В отношении террористов Ну и так далее На этих выборах Они нет То есть как бы Отношения вроде как бы С карабом Они не изменили Да Но Что изменилось Они стали позиционировать себя Не стали позиционировать себя Как вот часть Именно Вот этого правого блока Которого возглавляет Нынешний премьер-министр Нетаньяху Более того Они противопоставили себя Нетаньяху По религиозному вопросу По вопросу Светские религиозные Потому что На данный момент Большая часть союзников Нетаньяху Это религиозные партии То есть есть Сама партия Ликут За нее голосуют В основном Кстати не религиозные Скорее таки Традиционные люди А союзнические партии Это сам религиозные партии И что Сказал Либерман Что сказали Вот эта партия Русскоязычных репатриатов Что ребят Нас не устраивает Вот именно Вот это Наличие вот этих Религиозных чуваков Да В правительстве Ну потому что Там религиозные Не служат в армии Они там Мало работают Не платят Достаточно налогов Нас все это не устраивает Типа Мы хотим этому Как-то противостоять Вот я сейчас говорю Информацию Которую наверное Большинство знает Ну как бы Просто на всякий случай Что называется Короче говоря По результатам выборов Голоса распределились Следующим образом Левые партии Совсем левые партии Плюс То есть Совсем левые Плюс Партия Ганса Которая называлась Кахоль-Лаван Это переводится Бело-голубые Это Ну Это Как бы Привязка к Цвету флага Израиля Бело-голубой Вот Так вот Левые набрали По-моему Сейчас Сейчас надо вспомнить По-моему 44 голоса По-моему 44 голоса Все вместе Не 44 голоса 44 мандата Там В Израиле Сразу считают Не проценты А именно Мандаты Сколько получают Партии мандатов Вот Правые набрали По-моему 50 То ли 55 То ли 56 Я не помню По-моему 55 Ну вот Затем Что-то Что-то типа 12-13 Набрало Арабский список Это объединение Арабских партий А арабские партии В Израиле Они абсолютно упороты Они отрицают Как бы Израиль Как еврейское государство Ну вообще Отрицают его в нынешнем виде Его право существования И так далее То есть Ну довольно-таки Как сказать Ну по сути По сути Они занимают Антигосударственные позиции Да То есть Это не просто оппозиция Они против существования государства Вообще Вот в нынешнем виде Вот И 8 мест Получила Вот эта партия Наш Дом Израиль И фактически Вот эта партия Наш Дом Израиль Это русскоязычная партия Она сейчас находится В уникальном состоянии И Либерман Находится в уникальном состоянии Что имеется ввиду Как бы От того Кому они присоединятся Присоединятся Зависит то Какое правительство будет То есть По сути Либерман Всех взял За яйца Фаберже То есть Правые Не могут без него Сформировать правительство Им не хватает До 61 То есть Им нужен Соответственно Либерман Левые тоже Без него Не могут сформировать Но у левых Еще все Еще забавнее Потому что Им нужен Не только Либерман Им нужен еще И тогда Им надо брать Еще и арабов Вот эту арабскую партию Потому что Брать 61 Там 44 Плюс Плюс 8 Это все равно Не будет 61 То есть Им надо брать Еще и арабов Но взять арабов Правительство По израильским меркам Это зашквар Не потому что Это не связано Никак с расизмом Это связано С тем Что Ну как бы Ну это как Я не знаю Это как взять Там не знаю Я даже не знаю Какой пример Привести Но это в каком-то смысле Как если бы Российское правительство Кто-нибудь взял На начале 2000-х Басаева То есть люди которые Это наверное Совсем жесткий пример Но тем не менее То есть люди которые Отрицают Совсем право Государственного существования И ты их берешь В правительство Но понятно Что это довольно бред Скорее всего Сейчас арабы Очень хотят Войти в правительство Они уже об этом Сказали не раз И они скорее всего Сейчас будут Смягчать свою риторику То есть какие-то Жесткие такие Именно антиизраильские Моменты Они будут убирать Именно чтобы Не казаться Вот таким Израильскими Басаевами Но по факту Как бы Ну все знают Что там Эти лидеры арабских партий Они в открытую поддерживали террористов Это всем известно Как бы в Израиле Об этом Это много раз транслировалось И так далее И у левых Все еще как бы сложнее То есть им надо взять И Либермана И еще и арабов Вот На практике Все все равно зависит От Либермана Потому что Ну я думаю Что левые Ради того Что взять правительство Будут готовы Сделать коалицию С арабами И все будет зависеть Сейчас от Либермана То есть по сути Это ну такая Такая уникальная ситуация Когда судьба Израиля Сегодня зависит От вот этой Русскоязычной партии Да В какую сторону Пойдет Израиль Вот Это так Если вкратце Кстати Сегодня прошла информация Что Либерман Понимая Вот это свое уникальное положение Он собирается сам Потребовать пост Премьер-министра Для себя Но это довольно забавно Потому что у него всего Восемь мест Да То есть он Совсем не самая большая Партия Мягко говоря Он третий Не третий Какой он Четвертое или пятое место Занял Да По количеству мандатов Да Вот Но Забавно Но по факту Тем не менее То есть По результатам От него очень многое зависит И он да Может во многом Диктовать условия Ну вот Есть вероятность Что Либермана могут и кинуть То есть Правые и левые В принципе Вот эти основные Правые и левые партии Ликут Какой Лаван Могут объединиться И послать Либермана нахуй Да И просто сделать то Что называется Правительство национального единства Такое тоже возможно Вот Такое тоже возможно И собственно К этому Очень многие призывали И как бы говорили Что давайте так и сделаем Но Пока противоречия Между левыми и правыми Они слишком велики И тут надо понимать И честно говоря Что эти противоречия Носят не только Политический характер Хотя и это тоже конечно Не только идеологический Но и просто личный вопрос Кто станет премьер-министром Потому что там Да Тот же нынешний Нетаньяху Либо вот этот Чувак Бенни Ганс Да Вот Ну в общем короче Это довольно Уникальная Мне кажется В Израиле Сложилась ситуация Когда Русскоязычные Настолько получили Воздияние На страну Вот Плюс Будет совсем забавно И такое вполне возможно Если не договорятся И тогда Израиль пойдет На третьи выборы То есть это будут Третьи выборы За год По сути Вот Я думаю Что даже для нас Даже для евреев Это перебор Но такое Да Тоже возможно Ау Никита Ты тут? Я весь монолог А вот Вот у нас Два раза Спросили Человек Настаивает Смотрели ли Кто-то из нас Вчера Стрим Василы Вчера По-моему Название Стрима Было Васил Пьяный Смотрит Видосы Но я Стрим Не смотрел Вообще Его стрима Хайлайтить надо Там Именно Когда Отдельный Какой-то Видос Смотрит И так далее Иначе Выискивает Как-то Вломак Собственно Все что я могу Сказать На эту тему Так Ну Дорогие Зрители Поспрашивайте Что-нибудь А Накитакадзу Зачитает Надеюсь Ваши вопросы Вот Таким образом Мы поддержим Интерактивный Формат Более-менее Там про Израиль Тут шутка Показать Кошку за 100 рублей Показать Собаку 200 рублей Показать Маргиналы Деньги им Плати Ну Это так бывает Толь Ты тут сейчас? Ну Да Я что-то Слушай Это же Никита Спрашивал Про то Как Хасиды Ёбнули Немцова Никита Спрашивал Про 6 Миллионов Блять Блять Никит Ну хули Ты пиздишь Вот Че ты В отказ Я же Помню Я же Запомнил Что Такой Забавный Грузин Про Хасидов Спрашивал Не я Я все еще Стою на Свои позиции Охуенно Понятно Про Хасидов Вот так Вот так Всегда Анонимно Это одно А потом По другому Все ясно Есть вопросы По выборам Я вот сейчас Читаю чат Про выборы Вообще Никаких Вообще Не обсуждают Израиль Вот единственная Фраза про Израиль Сделать русский язык Третьим официальным В Израиле Это часть Кстати Программы Была бы часть Сейчас он это не требует Но раньше была часть Программы Нибермана То есть он хотел Сделать русский Официальным Третьим государственным Языком Четвертым Если честно Сегодня в Израиле Есть основной Государственный язык И это Он единственный Это иврит Есть два Дополнительных После принятия Законодательной Базы Новой Арабский И английский Стали дополнительными Вот То есть например Все улицы Они дублируются На арабском И на английском Название В документах Дублировали Есть дубляж На арабском И на английском Каких-то там Должностей И так далее Ну чтобы все понимали Вот А раньше вообще Арабский и английский Были еще государственные языки Помимо иврита Так вот Что хотел раньше Либерман Чтобы русский Тоже стал государственным языком Поскольку типа Русскоязычных Очень много Я хочу сказать Что это конечно Очень сильно бы Очень сильно Облегчило Положение Особенно там Русскоязычных Репатриантов Которые в возрасте Которым же тяжело Выучить язык Что греха таить Как бы вообще Ну иврит Это с одной стороны Не сложный язык С другой стороны Ну понятно Что учить язык так Чтобы ты смог Нормально Интегрироваться Но это ты теряешь На этом где-то год Полтора Но ясно Что никто На это не пошел Есть масса Репатриантов Из Франции Никто не собирается Делать французский Государственным Не знаю Ну и так далее И тому подобное Из Южной Америки Сейчас приезжают Никто Испанский Не будет делать Государственным То есть понятно Что этого не произойдет Наоборот Есть как бы Позиции Израиля Что как бы Есть основной язык Это иврит Ни одного Комментария В чате По вашему монологу Да Ну Что я могу сказать Ох ебать Да Хочу сказать Про анонимность В интернете Вообще Ситуация Довольно частая Когда Люди Анонимно Пишут Всякую хуйню Значит Да А потом А потом Ты говоришь Глаза мне Скажи сука Да А потом Нихуя Потому что у меня Вот Есть рубрика Спорадически Такая рубрика Возникает Когда я в дискорде Принимаю Просто Звонки От рандомных Зрителей У тебя они заходят В комнату ожидания Я с ними говорю Голосом Бесплатно Просто так И Ну Никаких Вот Жестких претензий Там Никогда Не выказывается Абсолютно Вот от слова Совсем Только вот Недавно 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 Был один Еврей Из Израиля У которого Были претензии По моему Древнему Вебинару Про Книгу Бытие Вот Но он Тебе Прям предъявил За базар То есть Понормально Да Предъявил Правда Гарит Не помнит Что именно Там было Неправильно Но помнит Вебинар Был говно Ну тут Характерно Ну тут Еще Как бы Я еще Хотя бы Согласен Вебинар Реально Был хуевый Достаточно Вот Но Там как бы И Вход на этот Вебинар стоил Там 200 рублей Где-то так То есть Чувак Реально Лез Не особо Вы многое заплатили Да То есть Ну приходит Чувак С характерным Акцентом И начинает Лезть в залупу На тему Вебинара Пятилетней давности Со 200 рублей То есть Ну Не очень много Было сделано Для разрушения Вот он Блять Откуда Откуда Антисемитист Пошел На земле Русской Все От твоего Вебинара И того Чувака С обрезанной Залупой Да Не очень Много Было сделано Для разрушения Стереотипов В тот День Ну Понятно Печальная Хуйня Ну В общем Не высказывают Не высказывают Ни вопросы Ни претензии Ни предложений Никогда Хотя могли бы Вопрос из чатов Из донатов Сначала вопрос из чата А почему в Израиле Нет идиша Ну видим как Официального языка Ну потому что Идиш это вообще Не язык Это наречие Это смесь Несколько Языков Четырех языков Иврита Собственно говоря Который Древний Исконный Еврейский язык Да Иврита Польского Немецкого И русского А в общем Украинский И белорусский Вы поняли Я не очень Я много про это Слышал Украинский язык Я не очень Как бы В этом разбираюсь Идиш Идиш Это наречие Короче То есть там В основном По сути В основном Короче Это иврит И немецкий Вместе Иврита И немецкого Следующий По 30% Иврит Даже по 35 Наверное Иврит И немецкий Процентов 20 Это Польский И 10% Это русский И когда Начало образовываться Государство Там Очень Многие Говорили Идиш На этом Наречие Но понятно Что Национальная идея Артикулировала Что должен быть Свой национальный язык А это иврит Ну вот так Ну с точки зрения Вполне Мейнстримного Языкознания Идиш Это конечно Вполне себе Язык Язык Относящийся К Германской Группе Причем Достаточно Железно То есть просто Германская группа И все тут А То что там Из лексикона Процентов Ну да Где-то под 30-40 Из иврита И там еще Немного Есть и славянских Языков В основном Польских То Это особо Не очень сказывается Потому что У них синтаксис Почти один в один Как немецкий Вообще Если человек Знает немецкий То в принципе Он знает иидиш То есть Ну и наоборот Что характерно Наоборот У меня просто Бабушка Она говорила На идише Да Вот Там как бы Ее давно Уже нету Да Вот Я помню Рассказ ее Когда был ребенком Что ее Периодически Привлекали Она Она работала Вообще В больнице Да Там был момент Когда они были В окружении Вот И там они Кого-то в эту больницу Каких-то немцев Привели Их начали допрашивать А нет Человек Который нормально Может там Ну видимо Погиб там Переводчик что-ли И так далее Вот Нет того Кто мог нормально С ними поговорить А она Она знала Идише И по сути Она стала Как бы Переводить Абсолютно нормально Они ее понимали Она их понимала И так далее Я не могу Говорить про Как бы Ну Определение языка Я не лингвист Очень далек от этого С точки зрения То есть С точки зрения Еврейской Это не язык Это именно Наречие И с точки зрения Начала 20 века Когда все это Формировало Когда все это Определялось Какой будет язык В будущем Израиле Когда это было Сионистское движение Только начиналось То есть Никто не воспринимал Никто Лингвистически Не воспринимал Идише Как язык То есть Говорили Что это Наречие Как бы Все замечательно Мы им пользуемся Но как бы Должен быть Полноценный Свой язык И еще важный момент Собственно На Идише Говорили только Европейские евреи То есть Например Арабские евреи На Идише Не говорили Восточные евреи Не говорили У некоторых Было свое Наречие Называлось Наладина Некоторые Говорили По-арабски И так далее Но при этом При этом Все хоть как-то Немного знали Евреи То есть Евреи Был в любом случае Для всех Неким Связующим звеном Ну да Вопрос Так Вопрос С донатом Охуенчиком Так Сейчас Я просто записываю Некоторые тейки Из чата Чтобы Нам было что Обсудить Вопросы с донатом Пошли Вопрос первый Сейчас Господин Каргин Вы же являетесь Сионистом Так вот Если вы сионист Что вы делаете В России Зачем вы Тут я к сожалению Не могу понять слово Скорее всего Обманываете боев Какого хуя вы пьете Землю русских Вас туда послала страна Отвечайте здесь Все свои Понятно Толь Это как раз Просто вопрос Он забавный Я на него отвечал В одном видосе Сейчас мы Открыли Свой Канал В ютубе Там есть Сейчас пока Только один видос Будет скоро До хуя И как раз Самый первый видос Я там отвечаю На этот вопрос Я сейчас Себе скину Толя Ты тут? Анатолий? Ну я более Я более-менее Тут Да Ну Как бы Скинь этот видос Вот прямо сюда В скайп Все Погоди Да То есть Как бы А Никит В принципе Его может вкинуть Там в чат И так далее Сейчас Постой Потому что У меня нет возможности Ничего сейчас сделать А Никит Может Сейчас мы скинем Я кидаю ссылку На канал Вот Вот Ты просто В чат Просто закинь Это все А это не на канал Это уже на конкретное видео Сейчас скину Можно на видео Там по-моему Ссылка идет на канал Об антисемитах Выбор и Трампе Да 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 Мы Так Мы такие Бомжи Сейчас проезжаем Тут вот Периодически Палатки О Какие О Какие Ля Какие Красота Проехали Ну короче А кстати Я вот Я вот вижу Да Прикольно Ну короче Кому интересно Кому нравится Там будет много Как бы Как раз О политике Израиля О Ближнем Востоке Правых Левых Экономики Религии И так далее Кому интересно Подписывайтесь на канал В видосе Есть ответ На этот вопрос Если сейчас Кратко Да То Почему Там Лично я в России Потому что А Я здесь работаю Я здесь применяюсь Да Здесь применяются Мои навыки И так далее Б Сианизм Не равно Переезд в Израиль Переезд в Израиль Это алия Да Сианизм Это поддержка Права евреев На свое государство И поддержка Этого самого государства При этом У меня нет Никакого Когнитивного Диссонанса С Россией Почему Потому что Ну потому что Я люблю Россию Я вырос в России Как бы И Я здесь служил И тому подобное Я абсолютно интегрирован В российскую Действительность И это как бы Страна мне Мягко говоря Не чужая Я за нее Переживаю И так далее Ну вот так Следующий донат Уважаемый гость Почему у вас Такая лайтовая И имбалансная Религия Ад длится Всего год После чего Тебя вновь Дропают на землю У нас ад Вечность Не является ли Это попыткой Искусить Мою православную Личность И переманить С меня и всех русских В иудаизм Похоже на большую ловушку Где подвоха Ну во первых Наебалу конечно есть Но не здесь В иудаизме Я видимо понимаю Что Слушатели Он видимо Хасидскую Где-то читал На хасидских сайтах Про Про Реинкарнацию Есть одна из таких Есть направления В иудаизме Хасидизм И там развита Идея реинкарнации Да Что потом После смерти Душа Переходит В другое тело И это По сути Тот же человек Поскольку Сам первичный Душа Естественно А не тело Но это Именно Хасидизм И это Как бы Не мейнстримная То есть Это распространенная вещь Но не самая Мейнстримная теория Если говорить Про классику Иудаизма То в иудаизме Нет вообще Ни рай Ни ада Вот в принципе Их нет Иудаизм Не сильно занимается Вопросами Что будет С человеком После смерти Почему Потому что Оттуда никто Не возвращался Сторис Оттуда Никто не записывал Не присылал Мы не знаем Что будет Есть самые разные Просто теории Я сейчас про теологические Теории говорю Не про научные Понимаете И О чем говорит Иудаизм О жизни здесь И сейчас О том Сейчас жить правильно Почему надо жить Сейчас правильно Что значит Жить правильно Ну и так далее Сама Как бы В иудаизме В принципе Повторюсь Нет идеи Что если вы будете Вести себе пиздато То вы окажетесь В каком-то Очень хорошем месте У вас все будет хорошо Как и нет Идея Что если вы будете плохо То после смерти Вы будете наказаны Иудаизм В принципе На этом не фокусируется Но вот как-то так Вопрос Плебея из чата Спросите у гостя Как проарабские партии Израиля Относятся к России Проарабские Или арабские Проарабские Проарабские Я просто не знаю Что такое Проарабские А те кто То есть за Арабские Видимо за Плестину Понятно Видимо арабские партии Да имеется ввиду Как они Относятся к России Смотрите Сегодня Вот эти арабские партии Они объединены В единый список Да Это называется По-моему так называется Общий арабский список Что-то типа того Опять же Я вот На всех этих Видосах Просто на канале Мы это раскрываем Более подробно Да Это Надо понять Что это все Объединение Разных Очень разных Арабских Арабских Политических сил То есть Они сейчас Пошли единым блоком На самом деле Это очень разные партии Очень разные силы Там есть исламисты Там есть коммунисты Ну вот там Прям Да Коммунисты Коммунисты Там есть арабские Националисты И там есть Кто-то Кто-то там еще есть Короче говоря И в зависимости от того Что это за Внутренняя арабская сила В зависимости от этого Идет отношение к России Ну например Исламисты Относятся хреново Да Исламисты Относятся хреново Там не знаю Насколько я знаю Коммунисты Относятся Как ни странно Довольно Довольно В целом Позитивно Насколько мне известно Ну вот Про националистов Я не знаю Просто Понимаете Как бы То есть Надо понять Что Отношение к России В арабском секторе В Израиле Вообще не является Моинстримной темой Ну как бы Это не тот вопрос Который Для них Как бы Основной И так далее Он больше Намного более Это намного более Моинстримная тема Именно для израильтян Для евреев Почему Потому что Ну вот Очень много русскоязычных Израильтян Да Вот И соответственно Есть связь с Россией Ну и это А сейчас Эти русскоязычные Израильтяне Когда оказались Вообще В самом эпицентре И получили По крайней мере Они ощущают Что получили влияние Да вот Я так скажу Не будем говорить Что получили влияние Они ощущают Что получили влияние Ну вот А В принципе Просто израильтяне Которые То что называют Это сабры Цабры Это коренные израильтяне Евреи Которые родились Уже в Израиле Там неважно Откуда Были их предки Да Они уже сами Родились в Израиле То в принципе Израильские евреи Они как бы Больше интересуются Международной политикой Чем например Ну вообще Какие-то абстрактные Жители Западных стран То есть Это не значит Что они разбираются В политике Я думаю Что большинство Коренных израильтян Абсолютно не понимают Что происходит в России Не очень понимают Российские реалии И так далее Но они да Интересуются Вообще То есть Они знают Какой Путин Кстати Тут надо сказать Что отношение К Путину Со стороны Коренных израильтян Довольно позитивное В целом Даже я бы сказал Очень позитивное Вот И был момент В предвыборной Компании Биби Ну это Днеми Нитаньяху Да это его прозвище Да Никнейм Биби Вот Он сделал Они сделали Такую рекламу На главном здании Штаба Ликуда Такое огромное Здание В Тель-Авиве Высокое Они развесили Большие плакаты По-моему Три или четыре плаката Я сейчас же не помню В общем там На одном плакате Нитаньяху и Трамп Жмут друг другу руки На другом плакате Нитаньяху И этот Премьер-министр Индии И там Нитаньяху И Путин тоже Вот И как только Они все это развесили Группа Русскоязычных ребят Израильтян Да Сразу же В этот же день Пришла туда Делать мини-пикет Против Вот ну конкретно Против плаката С Путиным Да Потому что Ну их там Да Там они В России были Видимо В оппозиционной тусовке И так далее Они вот пришли Против делать митинг Вот И стали Бомбардировать Ликуд Письма Уберите плакат Зачем вы это сделали Да как вы можете На что Ликудники им ответили Друзья Идите нахуй Вы вообще не понимаете К чему Во-первых Мы это наше здание Можем размещать Что захотим Это первое А второе Вы вообще не понимаете Для чего мы это разместили Вы вообще не целевая аудитория Вот этого плаката То есть этот плакат Он для израильтян Поскольку израильтяне В целом Относятся к Путину Довольно позитивно Поскольку Они как это видят То есть это сильный Мировой лидер Которого уважают Которого Такой такой мужик Которого побаиваются И это вызывает у них В принципе В целом В целом Уважение То есть я не могу сказать Что как-то там Не знаю Есть какой-то Не знаю Движение Путинистов В Израиле Нет Но в целом К Путину Именно коренные Израильтяне Относятся Довольно Довольно позитивно И вот этот плакат Он был направлен Как ни странно Не на русскоязычных Израильтян А именно Вот на этих коренных Ну вот Это в целом Я рассказал Про отношения К России К Путину В Израиле Следующий вопрос Плебея Из чата Уже К маргиналу Марго Не хочешь Так же Бомжануть В палатке Или контейнере Ну Гойский пес 100 рублей Александр Можете объяснить Статус бога В иудаизме В байке Про 12 Что? В байке Про 12 хуев Бог показывается Не всезнающим существом А просто хером Который что-то Когда-то создал И все В то время как В других легендах Он много советует людям Наставлять их На нужный путь Да и что Да и то что Еврейский народ Включил К ним Я извиняюсь Да и то что Еврейский народ Заключил с ним договор Не дает возможность Для его Не дает ли возможность Для его Делегитимизации Делегитимизации Да Никит Все хорошо А что за бак Про 12 хуев Байка А байка Что за байка Про 12 хуев Это 12 колен Он так Я не знаю Видимо про 12 колен Да Но там как бы Нет байки Про них То есть это Это как бы Отрывок Если вообще Если считать Все байкой Как бы это отрывок Из другой байки Нет отдельной байки Про 12 колен Ну короче Не будем Это Углубляться Это похуй Смотрите Касаемо Иудаизма И В целом Отношение Евреев Евреев К Богу И вообще Какой Бог И занимает роль Бог занимает Центровую роль В иудаизме Иудаизм Это максимальный Монотеизм Считается Что все происходит От Бога Да То есть он Вот все Что есть Это Бог И все Как бы Происходит От него То есть Например Поэтому в иудаизме Нет сатаны Нет дьявола Понимания По крайней мере Христианского То есть Как некого Оппонента Бога Пусть более слабого Но оппонента Который там Пытается ему Противостоять То есть Есть например Ангел Сатан Да В иудаизме Это такой Ангел Прокурор Который На последнем Суде Обвиняет Человека И выискивает Его плохие Стороны После смерти Но надо понять Что опять же В иудаизме Все ангелы Это тоже Бог То есть Ангел Это не самостоятельное Существо В иудейской Теологии Ангел Это Бог Это как У вас Палец Это же не Самостоятельное Живое существо Это продолжение Вас Ангел Это какая-то Функция Бога Это какая-то Сторона Бога Проявление Бога И так далее То есть Сатан Это тоже Часть Бога Это тоже Бог получается И таким образом Бог Он окватывает Всю картину То есть Все что происходит На этом поле Согласно Иудаизму Есть только Один игрок И это Бог И он Естественно Не просто Влияет Он все это делает Все идет от него По этой же Например Причине Что все идет от него И он полностью Контролирует Всю эту шахматную доску Считается Что он Вне времени Пространства То есть Он здесь Сейчас За 100 лет До этого В Париже За 500 лет После этого Где-нибудь В Лос-Анджелесе Если будет В Лос-Анджелесе А не какая-то Хуйня А скорее всего Будет Хуйня В Лос-Анджелесе Пиздец Спиндосе Мы же понимаем Не знаю За 2000 лет До этого В Иерусалиме И так далее Бог везде И таким образом Он в принципе Не может ошибаться Или передумывать И это не потому Что даже он Такой великий А потому что Он как бы Режиссер И оператор И сценарист Всего этого кино Он видел уже заранее Что было Что есть Что будет Ну и таким образом Он не может передумывать Тот кто ошибается То есть я признаю Я передумал Почему потому что Раньше я думал По одному Потом произошли Какие-то события И они вынудили Меня измениться В мою точку зрения Так все эти события Бог уже знает Видел Он их и сделал И поэтому Он не передумывает Он не ошибается Он не может гневаться Он не может расстраиваться Его нельзя Как-то расстроить Разозлить Да И собственно Даже молитва В лудаизме Она направлена не на то Чтобы изменить Какое-то решение Бога Ну потому что От того что Там не знаю Вася Пердаков Помолится Богу Божественный план Никто наебывать не станет Вот Поэтому Молитва Она направлена Не на то Чтобы изменить Да что-то Что делает Бог А на то Чтобы напомнить Человеку собственно Что Бог есть То есть это больше Молитва направлена На самого человека На воспитание себя Ну вот Ну вот как бы так То есть В лудаизме Бог он в центре всего При этом человек Это отдельная тема В лудаизме Что человек Как бы это Человеку дана В рамках Человеческого мышления В человеческом восприятии Дана максимальная Свобода выбора То есть С одной стороны Все от Бога И он как бы Все это знает заранее Что будет И так далее С другой стороны Для нас как бы Есть полная свобода То есть Мы в рамках Своего мира сознания Мировосприятия Мы сами выбираем И как бы человек В этом смысле В чем Как бы идея Вот этой фразы Да Что Создал Бог человека По образу и подобию Своему В чем идея Это по образу и подобию Что как Бог В центре Бога Божественного мира Вот этого Которого он создал Так же человек Это некий центр Это некий пик Эволюционный Пик всего В рамках Вот этого творения Бога В рамках Вот того мира Реально В котором мы живем Вот все Так Следующий вопрос Как ни странно Тоже про религию Вопрос плебеев Из чата Сразу два плебея Спросили Шарите ли вы Александр В кабале Практикуете ли вы К кабалу И как к ней относитесь Может быть У вас есть Какие-то охренительные Истории Связанные с кабалой Я понял Я понял Смотрите По поводу кабалы Не хочу Заебать всех Рекламой Но Раз уж Задали этот вопрос Я так понимаю Что вы скинули Ту ссылку Которую я до этого Отправлял На этот Да Так вот Просто через два дня У нас на Телеграм-канале Шахара Выйдет Очень большая Статья про кабалу От одного Довольно известного Равина Как раз кабалисты Вы же понимаете Я сейчас говорю С приколами Мемчиками И так далее Это очень лайтовый разговор Если кого-то Это всерьез интересует И не только это Там тоже Как бы Паритата И в целом Вопросы Иудаизма Все что связано С евреями И так далее Я сейчас вам Скину ссылку Тоже перекиньте Там будет Про кабалу Будет Очень такой Очень будет Интересный Такой полноценный Разговор Полноценная Такая статья Которая как раз Раскрывает Сейчас Секунду 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 Вот Сейчас кидаю Вот Которая Да Все Канал в телеге Подписывайтесь Там как раз Будет все это Раскрыто Если Сейчас Как бы На одной ноге И кратко То Кабала Это Такое Мистическое Направление В иудаизме Оно было В свое время Очень спорным То есть Вокруг него Было сломано Уйма Копий Просто уйма И в итоге Это направление В иудаизме Победило В каком смысле То есть Сегодня Оно абсолютно Мейстримное Абсолютно Мейстримное И считается Сегодня Что кабала Это как Высшая Как бы Высшая часть Иудаизма То есть Есть там Математика Алгебра Есть высшая Математика Вот То же самое Кабала Это как бы Высший Пилотаж Иудаизма И чтобы Начать Практиковать Кабалу Требуется От человека Сразу Несколько Требований Во-первых Он должен быть 37 Должен быть Хотя бы 35 лет Он должен быть Женат У него должны Быть дети Это должен быть Мужчина Соответственно Если мы Говорим Прав Подход Ортодоксального Иудаизма Вот То есть Он должен Уже на этот момент Иметь какое-то Еврейское Теологическое Образование То есть Представлять Вообще Как-то Ну и соответственно Быть религиозным Как-то Что-то Соблюдать Вот То есть Кабала Считается Каким-то Очень Крутым Заоблачным Знанием И в рамках Кабалы Наверное То о чем Вопрос был И вправду Есть Отдельное Как бы Вообще О чем Кабала Глобально Кабала А в устройстве Мира А тайна В устройстве Мира То есть Как бы Такая Подноготная Работа Бога Как вот Это все Работает Как вот На духовном Уровне На мистическом Уровне Как Вот Условно Разбирается Все От потустороннего Мира Ну Как бы Все Эти Мистические Моменты Вот И в том числе Там Да Есть Различные Заклинания И так далее Я думаю Про это Человек Тоже Хотел Узнать Вот Это все Там Да Тоже Есть Теперь Вот Да Теперь Если говорить Про мое Личное Отношение Я Не следую В этом плане Мейнстриму И вообще Есть люди Есть просто Среди евреев Люди Которые Скептично Оттосятся К Кабале В основном Это Светские люди Но есть Среди Религиозных Людей Тоже Люди Тоже Те Кто Очень скептично К этому Настроены Потому что В принципе Изначально Иудаизм Это была Такая В принципе В классической Версии Это такая Очень Как Сказать Все построено Как бы На логике Да То есть И вера Должна Идти Из головы А не из сердца Считается Да То есть Все основано На понимании На поступках На действиях Не на Не на Каких-то Эмоциональных Порывах И Мистические Да Мистические Моменты В иудаизме Изначально Довольно К ним Было скептическое Отношение То есть Они практически Ну если не считать Саму веру в Бога Да Это понятно Да Вот К мистическому Отношению Было довольно много скептизи Они в принципе Отрицались Вот И на сегодняшний день Такие люди тоже есть Среди артодоктальных евреев Которые считают Что Ну просто под влиянием Как бы Средневековых Каких-то тенденций Которые были Кстати В христианстве И в исламе И потом Это все развилось Вот как бы Да Вот это мистическое направление Оно вышло Как бы На Очень большой уровень Как бы Заняло какие-то Главенствующие позиции Вот Ну а в реальности Это все фигня Как бы В реальности Как бы Есть Бог Да И Все от Бога Нет никаких Там Тайных И эманаций Нет никаких Там Заклинаний Нет Короче Это все Как бы Просто Средневековые придумки Теперь Ну я лично Не верю в кабалу Я не изучал кабалу Но я да Как бы много общался С людьми Которые ее изучали С кабалистами Я слышал их аргументацию Вот Надо понять Что Ну я объяснил Что изучать кабалу Надо в принципе Как бы Быть очень глубоко Погруженным в иудаизм Так вот Эта аргументация Меня мягко говоря Не убедила Я не увидел Ничего Как бы То есть Я не увидел Больших отличий От мистических течений В других религиях А я в принципе К мистике отношусь Очень скептично В принципе Да Я за рационализм Что не Это все Никак не убирает Того факта Что например В самом Израиле Очень многие Например До сих пор верят Вот был такой Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон Вот Он там совершал Разные действия Довольно спорные Да И в какой-то момент Считается что Собрались кабалисты Решили его остановить Там сделали специальное заклинание После этого Он впал в кому Вот Ну с медицинской точки Он просто впал в кому Ну вот так вот случился По-моему Инсульт Вот Но есть Проводился недавно опрос Потому что 40 или Такой 40 50 или даже больше То есть Половина и больше Населения Израиля Верят что Шарон В полком В результате действий Именно каббалистов То есть я к тому Что с одной стороны Не все это как бы принимают Но с другой стороны У этого много последователей А формально В рамках современного Иудаизма Это является даже Мейнстримом Вопрос Полебея из чата Я голема создать хочу Можете ли вы помочь Ну я могу сказать Ответить от себя Вы можете За вопросом О создании големов Обратиться к Борису Горлицкому Он это точно умеет делать Александр Как Горлицкий да Говорил что создает големов Не знаю А он наверное Коммунистический големов Создает там С красной звездой А да Один из них У него на канале работает А да Я не О ком речь Может я знаю человека Ну как На варее шапка горит Поэтому если кто-то Ну я думаю Вам кто-нибудь Расскажет Я не хочу называть Конкретное имя Ну скажи Это речь о самом Когарлицком Нет Речь не о самом Когарлицком Он на голем Не похож Ты как О ком речь ты Ну ладно Скажи В чем вопрос Может я знаю Так это забавно Ну Зачем оскорблять людей Ну мы здесь Не для этого А идем к следующему вопросу Никит Ну не надо быть посмелее Короче говоря Про голема Что я хочу сказать Идея голема Создание голема Это как раз Одна из каббалистических тем Да Вообще для чего считается То есть это вообще легенда Есть о големе Да Для чего он был создан Моралем из Праги Да Там великим Пражским Мораль из Праги Это реальный персонаж То есть это реальный человек Такой очень известный Как раз раввин каббалист Вот И для чего он типа Был создан Он был создан для того Чтобы Защищать Еврейскую общину Праги От погромов Потому что Там были погромы Да Была угроза жизни И вот для этого Был собственно Создан голем Ну а дальше Есть разные Развития этой легенды Что там он потом стал На евреев же нападать Или другая версия Что не стал А служил евреем Но там где-то Слишком жестил В любом случае Как бы практически Все версии легенд Легенды Этой кончаются Тем что евреи Сами как бы Делают так Чтобы голем исчез Да Вот И Вот в этой легенде Там Дается Рецепт Того Как сделать голем То есть это Прямо рассказывается Я думаю Эта легенда Она довольно открытая Да То есть это можно Посещать хоть в интернете Я Что-то мне подсказывает Что кто-то уже пытался Создавать големов Вот Поскольку я повторюсь Там вот прям рецепт Точно изложен И судя по тому Что голем Так и не появился Я думаю Это все-таки Это все-таки легенда Хотя легенда красивая Вот есть очень много Всяких фильмов Про голема Вот на основании Этой легенды Так что Легенды интересные А Тут несколько раз В чате написали Кто это Я всех поудалял Всем пермачи Выпишите Будете продолжать Вопрос Никита Так У Анатолия Проблемы с интернетом Потому что он пишет Он пишет слово бля Да Он пишет слово бля Гойский пес 100 рублей И еще Александр Поясните пожалуйста Про еврейство А конкретно Я боюсь Это весь донат То есть Это Нет 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 Я уже понял Что гойский пес Нам не даст Больше чем 100 рублей Окей да Что про еврейство Конкретно пояснить Он это задавал Когда вы говорили Про Вроде бы Про языки И что-то Про слегизыков Я думаю Надо быть Не настолько Этими Либертарианцами Надо немножко Социалочки Добавить Раз человек уже Воплотил 100 рублей Пусть просто Раскроет вопрос Бесплатно его зачитай И я отвечу Просто я не очень понимаю Что про евреи Это люди Это народ Еще это очень связано С иудаизмом Потому что Евреем можно стать Приняв иудаизм Вот такой вот Вот такие вот Прикольные два стула Одновременно Ну а дальше Пусть Раскроет вопрос Будем ждать Гойский донат Пришли пожар Путы Гойский пес Пришли пожар Со следующим донатом Гойский донат Пришли пса Это было бы замечательно Нет Пес у нас в конференции Он кстати куда-то вышел Положил трубку Судя по всему Человеку очень большие Проблемы с интернетом Я надеюсь что маргинал А он вообще сейчас не слышит Потому что у него Явно не хватает интернета Для того чтобы Включить стрим Марго Ну когда Марго нам позвонит Я надеюсь что он сможет нам Позвонить И включится на нашу конференцию И будет продолжать нас слышать Опять Читаем следующий донат Так Геллер Тренжевайт 100 рублей Здравствуйте Александр Привет маржиналь А ну и ты антисемитская собака Спроси Каргина О чем он будет дебатировать Свата И еще Если иудаизм Это не миссионерская религия То каким образом Элиты Хазарии Оказались иудеями А я дебатирую сватой Вот это хороший вопрос Вряд ли меня перепутали Свата админа Потому что меня назвали Тесемитской собакой Так что Так что возможно Это намек на то Что вам нужно Подебатировать Свата Как бы если дадут Достойную тему Почему нет Я не думаю Что у нас просто с ним Так много противоречий Вот Вот Но в принципе В принципе Ватт он забавный Вот Он прикольный Теперь Касая Да А что второе там было Про А Про миссионерство Про миссионерство Да Каким образом Смотрите Про Хазарю Есть очень много Абсолютно Ну каких-то Бредовых Да Мифов Домыслов Тому подобное Вообще Было На протяжении Вот скажем так Когда говорят Что там был Древний Израиль И потом Две тысячи лет Евреи скитались И вот появился Сейчас Израиль Это правда И неправда Одновременно То есть это на 99% Правда Но есть один процент В каком смысле И это тоже Об этом надо сказать То есть на протяжении Всего этих двух тысяч лет Периодически Появлялись То что называют То что некоторые называют Еврейскими государствами И это дело не только В Хазарском Каганате То есть какие-то государства Которые Которые Сегодня кто-то Называет еврейскими Теперь в реальности Еврейских государств Не было То есть были государства В которых Как сказать В которых государственной религии На какой-то момент Станился иудаизм Такие государства возникали Вот Были государства Которые там Было государство Было государство Похожее на Хазарский Каганат По-моему То ли на территории Сомали То ли Аравийского полуострова Я уже сейчас не помню Это тоже где-то Седьмой или восьмой век Что-то такое То есть такие государства Периодически Или в Африке По-моему это было Не в Африке Это государство Такие государства Периодически возникали Меня слышно? А да-да Мы вас слышим Я вас слышу И зрители вас слышат Ну вот Замечательно Так Как это все происходило Это происходило Следующим образом У евреев Правда нет Миссионерской деятельности Но есть такой принцип Что Вообще Для чего считается С теологической точки зрения Евреям нужен Израиль Вот почему Там не знаю Вся была вот эта история С исходом из Египта И там Приходом в Израиль Ну потому что Как бы Это очень нелогично И я сейчас не про историю Реальную А про теологию говорю Это очень нелогично Поскольку Ну А нахрена Зачем куда-то идти У тебя в союзников Да В Бог То есть там Бог делает казнь египетская Бог все делает для евреев Там Там расступается море Потом это море Затапливает все Египетское войско Зачем еще куда-то идти Можно остаться в Египте За воевать Египет Когда у тебя Такой напарник Да Как Бог Ну как бы В чем идея Так вот основная идея в том Что Поскольку Евреи не приемлют Миссионерской деятельности А как тогда Делать вот эту миссию Опять же Теологическая миссия С точки зрения иудаизма У евреев есть миссия Изменение мира к лучшему Как эту миссию делать Показывая на своем примере Да То есть Как бы демонстрируя На своем примере Как делать Как строить более Справедливое общество Более гуманное Правильное И так далее Общество Теперь Но очень сложно Быть кому-то примером Когда ты бомж В международном масштабе Да Когда тебя Тебя везде шпыняют И так далее И тому подобное И поэтому важно иметь Свою страну Важно иметь свою землю Где у тебя будет государство Поэтому они шли В Эра-Цесраэль В землю Израиля Поэтому они делали Там свое государство И уже А теперь мы переходим К реальной истории Так вот Как в случае С вот этими государствами Еврейскими Которые возникали В Северной Африке Как в случае С Хазарским Каганатом Как это происходило Были какие-то территории Где Селились евреи И они как бы Они занимали В этих территориях В этих образованиях Какие-то высокие позиции Высокие позиции Чиновничьи Бизнес И так далее Купечицы И тому подобное И это привлекало Других людей Местных жителей Которые тоже Окей Они видели Как евреи живут Им это нравилось Они хотели Принять иудаизм Это никогда не было пропагандой Это не было Ребята присоединяйтесь Они хотели Это принять И они принимали И когда высшая часть Общества Начинала Использовать Иудаизм Это государство Не то что Тогда называлось Еврейским Тогда я думаю Никто до конца Этого не осознавал Не понимал Но вот сегодня В историографии Такое государство Называется Типа что оно Еврейское Тот же Хазарский Каганат На самом деле Не был еврейским государства большинство, население Хазарского Каганата не было евреями. Не были. Они себя так не позиционировали. И Хазарский Каганат себя не позиционировал как еврейское государство. Но да, элита, скажем так, высшая часть общества Хазарского Каганата, они исповедовали иудаизм. И в целом, как бы, основной религией, такой доминирующей религии Хазарского Каганата, был иудаизм. Это все было. При этом, повторюсь, страна не становилась от этого еврейской. большая часть населения были не евреи. Они оставались язычниками. То есть никто им иудаизм не навязывал, никто их к этому не принуждал, никто в отношении них никак не пропагандировал. Знать элита, они, насмотревшись на то, как живут евреи, они хотели жить так же, им это все нравилось. И они принимали иудаизм. Опять же, это был достаточно длительный процесс, поскольку принять иудаизм это довольно долго. И это был абсолютно, естественно, добровольный процесс. Вот так как это происходило. Это не завязано никак на миссионерстве, это завязано именно на то, что люди смотрят. Короче говоря, когда ты показываешь на собственном примере. Сам Хазарский Каганат сам по себе это такое государство, о котором сегодня, как я и с этого начал, очень много абсолютных мифов и тому подобное. Я недавно читал, что Хазарский Каганат в какой-то момент должен был завоевать, типа, Руссии и тому подобное. Но это все абсолютно, естественно, бред. Сегодня, короче, из Хазарского Каганат постфактум довольно сильно его влияние раздувается, расширяется и тому подобное. Кстати, вот эта легенда о том, что в какой-то момент Древняя Русь могла стать еврейской, в еврейском плане, что могла принять иудаизм, это тоже абсолютный бред. Ну, как бы, то есть там и вправду, вероятно, скорее всего, когда Владимир выбирал между религиями, вполне возможно, что он мог заслушивать кого-то из представителей иудаизма тоже. Но просто надо именно в специфике иудаизма не предусматривать вот этого насильственного, да, как бы... Не предусматривать вообще этой пропаганды религии, условно говоря, да, вовне. И поэтому, в принципе, это не могло случиться. То есть нельзя было обратить, там, мы не знаем... То есть крещение Руси, это понятная была система, она укладывалась вообще в христианскую концепцию. Если бы приняли ислам, тоже. А как принять массовый иудаизм? То есть, ну, это противоречит самим основам иудаизма. Это всегда должен быть, если мы говорим не про евреев, то это должен быть личный выбор каждого человека. Это нельзя делать массово. Это нельзя делать вот та, это нельзя внедрять в массы сверху. В истории был один пример, опять же, в древней истории уже вообще, в античной. Когда это произошло, это кончилось очень плохо. Ну, это вообще отдельный такой момент. Это кончилось очень плохо, и в иудаизме по этому поводу есть очень четкая установка, что такое недопустимо. Поэтому это тоже довольно такой... Ну, это миф про то, что Русь могла стать иудейской. Нет, не могла. Вот так вот. Так, благодарю за такой огромный развернутый ответ, и к этому же ответу сразу комментарий плебе из чата. Очень интересно, я про стрим. Я бы лучше здесь сидел по 6 часов, чем когда-то в российской школе. Ну, это про ваш вот этот вот монолог. Это хороший комплимент, приятно. А сейчас я читаю следующий вопрос. Один момент. Вопросы с донатами пока иссякли, поэтому я читаю плебейские вопросы. Вопрос к гостю, личный. Питается ли он только кошерной пищей или ест нормальную еду? Забавно сформулировано. И ест нормальную еду. Я ем нормальную еду. Я соблюдаю кашрут в некоторых отдельных позициях. Да, то есть, ну, например, я не ем свинины. Я не ем свинины, скорее, не по религиозному, а именно по национальному моменту, поскольку со свининой связано именно... Это не просто запрет. То есть, есть запрет в иудаизме, в рамках кашута на свинину. Но здесь есть еще определенные национальные моменты, связанные со свининой, которые остались именно в такой памяти народа. И сегодня для евреев есть свинина. Это не только религиозная проблема. По крайней мере, я так воспитан. По крайней мере, у меня такое видение. То есть, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что, не знаю, запрещено. Есть очень много вещей, согласно кашруту. Креветки и так далее. Не знаю, полно вещей. Но крабы те же самые, морепродукты, морские гады. Но не было такой ситуации в мире, что именно за то, что евреев как-то травили были, преследовали за то, что они не едят креветок. Или за то, что они не едят каких-нибудь морепродуктов. Такого не было. А именно со свининой такая тема была. Ну, во-первых, потому что, я помню, это где-то уже как раз у Маргинала говорил на стриме, что про свинину люди знали, что евреи не едят свинину. Потому что где-нибудь, не знаю, в Украине, в 17-18 веке, во время Богдана Хмельницкого, там, ну, крабов не особо много, как бы, да, и никто не разбирает, там, ест человек крабы или нет. А свиньи, они вот, ну, как бы, свиньи, они почти у всех в хозяйстве. Ну, и все знали, что евреи их не едят, как бы. То есть это понятная история, да, там. Как бы, да, все довольно очевидно. Ну, вот. Так, когда было тоже восстание Магдана Хмельницкого, очень распространенная вещь была, когда там, не знаю, были погромы, хватали людей, и перед смертью им специально мазали лицо свиным салом, да. Ну, это был, как такой элемент, как бы, такого унижения и так далее, да. И таким образом свинина, она вышла на совершенно другой уровень понимания. То есть это стало именно... То есть не есть свинину, стало именно такой больше национальной идеей. Опять же, там, если, ну, кому что-то интересно, там, во время Холокоста в лагерях смерти, там, в принципе, практически не кормили людей, да, и кормили очень плохо. Но при этом есть, там, есть такой пост-праздник у евреев Йом-Кипур, да. То есть в этот день нельзя ни есть, ни пить ничего, при том, что это, как бы, полупраздничный день, да. Это день, судный день, считается, когда Бог всех судит и, там, выдает свой приговор на следующий год. Так вот, в этот день, в том же Аушвице, да, в Освенциме давали свиную похлебку, то есть похлебку с таким большим количеством мяса свиного, да. Почему это делали? Это, опять же, как бы, вот эта отсылка именно к свинине, потому что, ну, знали, что евреи не давали похлебку с креветками, да, выдавали именно со свининой, да. И там кто-то ел, кто-то не ел, там, это уже, там, каждый решал сам за себя. Да, вот, те, кто такие более, более жесткие, там, да, они не ели, которые, там, ну, это, сегодня, сегодня об этом рассуждать довольно, как бы, глупо, потому что люди были в нечеловеческих условиях, да, вот. Собственно говоря, почему, там, нацисты это делали? Не для того, чтобы спасти, как бы, заключенных, да, потому что понятно, что одна похлебка в год, где ничего не изменит. Они это делали, чтобы, еще раз повторюсь, вот этим фактором, именно про свинину как-то задеть, унизить и так далее, потому что знали, что именно свинину не едят. Про остальное не так знали, не так не интересовались. И именно потому, что вот свинина была таким фактором, таким, такой галочкой у антисемитов, это же стало галочкой, такой особой галочкой у евреев. И не есть свинину сегодня, это такой народный момент. То есть в том же Израиле свинину не едят и большинство светских людей. То есть не только религиозные, большинство светских. Я не ем свинину, я соблюдаю какие-то отдельные элементы кашрута. В целом я ем обычную еду. Теперь, если говорить в принципе о полноценном кашруте, надо понимать, что полноценный кашрут – это не просто не есть какие-то запрещенные продукты. Полноценный кашрут – это такой ортодоксальный, если мы говорим про ортодоксальный иудаизм, то это ты ешь только те, то мясо, те продукты, то есть все то ешь, на чем стоит специальная печать экшера. Это печать Равинского суда о том, что данное животное, которое мясо покупает, было кошерно убито. То есть определенным способом. Данное вино кошерно сделано и так далее. То есть это не просто ты не ешь то, что запрещено. То есть та же самая курица, которая разрешена, если она без этой печати, она считается с ортодоксальной точки зрения не кошерной. То есть она должна быть, эта курица, определенным образом убита. А там, опять же, это целая наука, религиозная, естественно, если слово религия и наука можно сочетать, это теологическая такая религиозная наука, как правильно кошерно грохнуть курицу. То есть, во-первых, она должна быть убита с одного удара. Она не должна мучиться, не должна успеть испугаться и так далее. Затем там у нее должны проверить легкие. Легкие определенным образом должны выглядеть. То есть если она хоть немного нездорова, она не считается кошерной, ее нельзя в употреблении. Ну и так далее и тому подобное. Вообще шойхет, человек, который режет мясо, который проверяет, в том числе, на кошерность, это отдельная профессия в рамках иудаизма, отдельная такая должность. И она считается очень ответственной, потому что считается, что на эту должность должны быть кристально честные, чистые люди, богобоязненные. Почему? Потому что есть огромные, огромные, как сказать, искушения. Он же купил там все это, всех этих кур, да? И огромное искушение просто мясо всех кур продать. Ну похер, больная она, не больная. Это же убыток большой, да? Если ты там, не знаю, ну купил ты кур, ну а реально ты его там разрезал, а потом они оказались, половина из них больных. Ты просто деньги потеряешь. И считается, что должны быть особо именно богобоязненные люди, которые во все это максимально верят, и чтобы они, если что, даже шли на убыток, но все равно выдавали только вот кошерную продукцию. Кошерная продукция считается наиболее... То есть в Америке кошерную продукцию любят и покупают, почему? Потому что она считается наиболее полезной просто с точки зрения здорового питания, полезного питания, да? Вот именно потому, что если это мясо, то это точно не убитое, не больное животное, то, что оно убивается сразу, да, и таким образом оно не успевает испугаться, как-то не выделяют специальные вещества, которые там начинают травить потом это мясо, потому что если там животное боится перед смертью, да, там потом, ну оно выделяется, определенные вещества, которые... Это разве не байка? Насколько... Смотрите, честно, я в этом не разбираюсь. То есть я был на лекциях, это не по кашруту, а именно на лекциях про... Как это называется? Про животноводство, и там это рассказывали как научный факт, что выделяются вещества, да, и они как бы... Ну не то, что они отравляют мясо, но делают его менее качественным, да, то есть там как бы оно от этого становится хуже. Не знаю. Вот то, что я говорю, то, что я слышал. То есть когда я в чем-то специалист, я как бы начинаю по этому поводу сраться и ебать мозги. Здесь это не мой вопрос, я говорю то, что слышал. И, собственно, одна из как бы позиций иудаизма, почему надо убивать с одного удара, там есть две позиции, да. Первая позиция, потому что в принципе запрещено мучить животное, это недопустимо. Вот. То есть есть животное, это нормально, потому что Бог, собственно, дал животных в употребление людям. Это, опять же, как бы это установленная теологическая, религиозная позиция. Но при этом запрещено мучить, да. Ты не можешь доставлять ему страдания. Вот. А вторая позиция, собственно говоря, потому что если оно испугается, это будет вредно для здоровья твоего. Ну вот. Ну и таким образом считается в Америке, что кошерная продукция, она, в самом деле, еще тому же и полезна, и в Америке в кошерных магазинах активно закупаются и неевреи. Вот такой вот рассказ про кошерку. Спасибо за лекцию про кошерную еду, про обмазывание лица свинины. Нихуево я так, да. Кошерку, да. Смотри, вот это вот еврейский подход спросили, правда, я вам все сразу закреначил. Забавно. Прочитаю следующий вопрос. Он пришел с донатом. Гойский пес 100 рублей. И что можете посоветовать в области строительства русского национального государства? Насколько... Я вроде бы не пропускал никакие донаты, но Гойский пес предыдущий свой донат так про еврейство и не рассказал. Не раскрыл. Так что единственный вопрос сейчас от него. Что можете посоветовать в области строительства русского национального государства? Ну, вы знаете, такой Егор Погром, вы были у него на сцене, поэтому не буду рассказывать про эту концепцию. Да, я, видимо, про это. Я недавно узнал, что есть еще один такой у них, еще один лидер есть. Молодой парень, ему 19 лет, или 18, но он вообще такой выглядит, как очень такой, очень молодый, как такой, ну, как ребенок еще. Но тоже уже будущий лидер национального государства. Вы про Микки Мауса? Ой, смысл? Ладно, не важно. Продолжайте. Я не знаю. Не-не-не, его зовут не Микки Маус. То есть, может, его подпольная кличка Микки Маус, да, может, в тусовке идет, как Микки Маус, хер его знает. Сейчас, а как же его... А как его зовут так? Может, мы про одного парня говорим? Он в вышке учится. Ну, теперь уже я сказать не могу. Не знаю, о ком вы говорите, опять же. Ладно, я сейчас вспомню, походу, скажу. Просто где-то... А, Леша Абанин прорекламировал какой-то там один из моих проектов. Вот, и... Ну, он меня отметил в этом, да? И я просто читаю в комментариях, что, типа, все хорошо, все замечательно, но вот я стал ужасно, типа, относиться, типа, к Аргену, к Шахру, после того, как узнал его позицию по русскому национальному государству. Я такой думаю, блядь, у меня есть позиция по русскому национальному государству. Окей, не знал. Что я хочу сказать про русское национальное государство и про эту идею? Я думаю, что, во-первых, во-первых, когда мы говорим о какой-то серьезной глобальной идее, надо меньше слушать фриков. Вот. Я извиняюсь, конечно, не хочу, в данном случае, никого обидеть, но в целом, то, что в основном про именно вот эту концепцию РНГ, русского национального государства, я слышу от господина Погрома. Так вот, господин Погром фрик. Ого, все, кто-то отписан от движа. Видимо, это я, он не знаю. Но я это не был в русском национальном движе, мне сложно отписать. Ну, еще раз, его могут любить, не любить, у него есть неплохие статьи, довольно интеллектуальные есть моменты. Но само его поведение, да, то, как он себя позиционирует, то, как он все это делает, ну, блядь, ну, это называется фрик, если по факту. Теперь, соответственно, ну, ребят, когда речь идет о больших проектах, нужны серьезные лидеры. Нужны серьезные лидеры, которые эти проекты всерьез разрабатывают. Егор считает себя серьезным лидером, вы, очевидно, знаете, про СИП, поэтому он считает себя вполне серьезным. Не, он может считать себя кем угодно. Смотри, я могу себя считать этим, как его, президентом Израиля, ну, как бы, ну, поебать, ну, но считать себя кем хочешь, хоть этим, хоть не обрезанной еврейской залупой. Но от этого жизнь-то не изменится. Я говорю про то, ну, про его повестку, про то, как он себя ведет на стримах, я потом просто еще начал читать, смотреть и так далее. У него есть интеллектуальный потенциал, но это поведение фрика. Ну, как бы, блядь, на Черчилля, на Ленина, там, не знаю, на всех великих и так далее, ну, мягко говоря, чувак не тянет. А чувак уже взрослый, ему затрицательный. То есть уже как-то надо себя позиционировать немножко по-другому. Окей. То есть не только смехуечки и тому подобное. По крайней мере, смехуечки не должны доминировать. Но моя в целом позиция по русскому национализму, я, в принципе, к любому национализму, если он здоровый, отношусь очень хорошо. Потому что, ну, как бы, я считаю, что здоровый национализм – это абсолютно нормальная, естественная идея. Но у вас государство очень националистическое. Да, да, да. То есть сто процентов. Но в здоровом смысле. То есть это никак не имеет отношения против других народов. Это в поддержку своих. Ну, вот. Собственно-таки Израиль так и задумывался, как национальный очаг, национальный дом, национальное убежище. Там есть разные трактовки, но суть очень схожая. Это все к одному. Ну, вот. Мое мнение, что разработкой русской национальной идеи должны заниматься русские люди. И в этом смысле, в общем, забавно, что этот вопрос периодически задают мне. То есть я могу, как бы, наверное, говорить какое-то свое мнение. Я могу там троллить по этому поводу. Могу, наоборот, серьезно говорить. Но должны быть, а, лидеры. Б, это прежде всего вопрос русского народа. Я убежден, что евреям не надо в это лезть. По крайней мере, на сегодняшнем этапе. И вот я критично, абсолютно точно в этом убежден. Потому что, ну, как бы, в свое время евреи уже очень активно участвовали в политической жизни России. И это не кончилось чем-то хорошим. Это не значит, что евреям сегодня не надо быть в политике. Не надо влезать, не надо брать на себя за такие вещи ответственность. Потому что, ну, как в случае с еврейским национализмом, как в случае с сионизмом, да, по сути, во многом это схожие вещи, да. Понятно, что это делали евреи. Понятно, что была, главное, там, доминанты были евреи. И это естественно. Вот. Вот тут то же самое. Это должно быть некая позиция людей русских. На сегодняшний день русское национальное государство, я слышу об этом вот на каких-то площадках, связанных с погром, вот от этого парня теперь узнал, да, из вышки. Ну, как бы все. То есть это не глобальная идея, которая поселилась в русских людях. Пока эта идея не поселится в русских людях, пока русские, как этнос, не начнут глобально об этом думать. Ну, это все, как бы, конь в вакууме, не более того. Это все теоретические выкладки. Надо понять, что сионизм победил не потому, ну, если по-взрослому, если, опять же, без троллинга. Сионизм победил, старцы создали. Почему? Не потому, что там ООН на что-то за что-то проголосовал. Не потому, что Сталин или там Америка поддержала и так далее. А потому, что евреи в итоге за этим массово пошли. Сразу не пошли, надо сказать. То есть, когда только все зарождалось, это было массовое движение. Но большинство евреев это не поддерживали. В какой момент, как бы, сионизм победил? Когда большинство стали поддерживать, и поддерживали самими разными способами, да? И в этот момент, да, и все стало понятно, как бы. И потом уже и ООН, как бы, и Сталин помог, что было, что факт, и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас это, прежде всего, вопрос к русскому народу. То, как себя сами русские видят, чего они хотят и так далее. И это должно от русских и зависеть. Вот так вот. Благодарим за такой развернутый ответ. И сразу же тут комментарии полезли про погрома. Комментарии, причем, полезли с донатами. Сейчас я один из них зачитаю. Так, во-первых, господа, которые донатили... Жаль, что я не на проценте. Жаль, что я не на проценте, блядь. Что за хуйня? Тут маленькие донаты по 100 рублей, за стрим их прошло не больше 15 штук. Как обрезание маленьких членов. Это не считается. Ну, давайте. Сейчас сначала один комментарий по стриму. Господа, я знаю, что я пропустил пару донатов. У нас, к сожалению, нет возможности к этим донатам вернуться. Потому что мне придется пересматривать весь стрим. Донаты мелькают меньше, чем на одну секунду. Это просто невозможно. Хайлайтните меня в чате Ютьюба, чтобы у меня выделился ник оранжевым для меня самого. Либо еще лучше, напишите мне в приват дискорд канала. Либо напишите... Да, напишите мне в приват в дискорде, и я ваши донаты прочитаю. Потому что, ну, у нас технически такие накладки. Извините. И сразу же, теперь... Сколько сейчас людей смотрят? 910 человек на стриме. Надо повышать. А, слушай, а вот это... Раньше же было побольше у маргинала. 100 рублей, нет. 300 рублей. Это зачитывание автоматическое говорилкой. И 100 рублей минимальный донат. Не, Никита, ты не понял про количество людей, которые на стриме. Раньше вроде было больше. А мы не на Твиче, мы на Ютьюб-канале. Все, 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 все. Мы же, да, там на Твиче. Все, я взпомнил, да. Потому что на Твиче... Мы бы могли завести на Твиче. В принципе, это не запрещено. Но, опять же, для этого нужно... Но я бы сказал, что у Бегарафа все, и все бы накрылось. Я понял. Но я бы сказал, мы не одобряем такую риторику в отношении меньшинства. И на этом бы... Да, да, да. Погром... И вас бы все равно забанили, да? Не, не, не. Погром и Н-слово, и П-слово, и, кстати говоря, Ж-слово, да я даже Х-слово говорил. Марго постоянно говорила, не одобряем, поэтому нас никто не боял. Да, кстати, в пользу случая передает привет Жмелевскому. Я знаю, ты, собака, смотришь это на Твиче. Будешь смотреть это в записи. Привет себе. Привет из прошлого. Итак, сразу следующий донат. Про Погрома. А, кстати, Сожмелевский у меня был очень пиздатый стрим, очень интеллектуальный парень. Просто комментарий, да? Окей. Сори. Текст донатов. Погром фрик? Так, Каргин выписан из русских. Так, подожди. По скриптам. Господин Каргин. Я от них. Ну-ну. Вас спрашивают в донате в этом же. Когда вы говорили про мальчика 18-летнего, вы говорили про Роберта Райта? Да, да. Роберт Райт, да. Хорошо. Ну, наверное, мы 18-19, я думаю, постарше. Просто вы очень молодо. И мне кто-то потом сказал, что это вот будущее этого русского национального движения. Я говорю, окей, забавно. Молодой такой парень, просто совсем молодой. Может быть, он интеллектуал, и как раз про него я ничего сказать не могу, я его просто не знаю. И внешность бывает обманчиво. Ну, вот просто такой забавный, забавный такой внешний диссонанс, да, как бы, скажем так. Внешний фактор вызывает такие забавные ассоциации, что просто очень молодой и юно выглядящий парень. Так, один момент, сейчас я кое-что в чат напишу. Так я выписан из русских или нет? Ну, видимо, мы пока еще не были вписаны. А, я вот, все, блядь, тогда все нормально, я спокоен, да. Это просто, видимо, про выписан из русских, это отсылка, я просто статью, ну, как статью, пост об этом как-то написал, как раз про бредовость идеи. По-моему, я об этом же тоже слышал, собственно, было, по-моему, это на стриме моем про Свернина, о том, что там он считает, что из русских можно выписать. То есть я считаю, что сама идея, что из национальности можно какое-то выписать, это абсолютно антинациональная идея, то есть националист не может так рассуждать. Потому что, как бы, вся идея национализма, что это некая данность, ты вот родился таким, да. В тебе есть какая-то генетическая, культурная память и так далее. Ну, вот. То есть евреи не все хорошие, евреи не равно хороший человек, как бы, да, но если человек еврей, это евреи, это надо принять, да, как бы, это часть твоей семьи в семье не без урода, да. То есть если ты там еврейский националист, ты все равно принимаешь этого человека как часть вот этого народа, да. Нельзя сказать, что евреи, я так не могу сказать, что евреи, это только те евреи, которые с правильными взглядами, которые мне нравятся, это бред, да. Это очень также абсолютный бред выписать кого-то из русский ну вот как то так так что у нас тут пишут что других донатов по крайней мере тех донатов которые я видел своими глазами пока не было поэтому я читаю дальше там вопрос про национально ага да вот это вот это давайте по всему прочитал пожалуйста напишите мне его в напишите мне его либо в приват дискорда либо хайлайт нити меня начать и ютьюба а еще лучше напишите это в сабскрайб чате дискорд канала маргинала потому что и он выводится на экран и на него я смотрю прямо сейчас как и на весь стрим читаю следующий да сейчас следующее сообщение от плебея из чата донатил попросит ли гость пояснить накидала за 6 миллионов но про вопрос за 6 миллионов ну так я уже это уже было пишут в девушке чат напомни каргину что с точки зрения погрома русский это гражданство язык и позиция а не какие-то выдуманные гены русскости блять ну все могу сказать кажа ну а с точки зрения рэба зильбермана евреи это отдельно выделенная раса рептилоидов которые правят миром ну вот и вообще в тайне все евреи когда-то и места и и просто еще этого не осознают да но скоро начнется это как вы кожа начнет спадать начнет репти как это чешуя бросать и все будет заебись но это из той же серии ну зачем транслировать какой-то бред есть есть позиция гражданского национализма видимо про это говорится но это немного другое вообще да это все позиция гражданского национализма она все равно не она не не относится к как сказать она не зациклена на создание национального государства это все равно не национальное государство тогда национальное государство относится прежде всего прежде всего к национализму именно этническому. Гражданский национализм не предусматривает идеи национального государства. Почему? Потому что если гражданином этого государства может стать в теории самые разные люди. Условно говоря, узбек может стать гражданином России, он становится гражданином России. И в этом случае по теории гражданского национализма он русский. Это не национальное тогда государство. Это в принципе, скажем так, это может быть не федеративное, а унитарное государство, это может быть государство очень замечательное, правое, патриотичное, но это не факт, это не национальное государство, потому что этнический фактор здесь не будет играть роли. А нет, смотрите, вот смотрите, маргинал всегда повторяет одну и ту же фразу, зависит от определения, так вот, погром дал нации свое определение, и нация для него это не это. Смотрите, смотрите, это из серии того, почему очень глупо спорить с религиозными людьми, о существовании Бога, есть Бог, нет Бога, потому что в рамках религиозной концепции у всего есть свое объяснение, да, и как бы если ты начинаешь спорить, принимая, как бы сказать, понятийный аппарат оппонента, то в рамках этого понятийного аппарата ты можешь, конечно, найти логические несостыковки, но это как такое дрочевое, но это очень, как бы, такой долгий, в принципе, ненужный процесс. Когда мы говорим про национальное государство, про концепцию национального государства, ну, давайте смотреть истоки национальных государств, как они формировались в Европе, да, как вообще понятия нации формировалась в Европе, ну, и везде это имело все-таки этнический характер. Понятно, что там были элементы ассимиляции, одни народы ассимилировали другие и так далее, но все равно это было завязано на культуре, это было завязано на этническом факторе в итоге, через ассимиляцию, через смешанные браки и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы говорим о классике жанра, то национальное государство неотделимо от этнической составляющей. Ну, вот так вот. Дальше гражданский национализм – это, на самом деле, очень крутая вещь. Она подходит очень, скажем так, очень распространенная вещь. Просто, еще раз, это не имеет отношения к классическому понятию национального государства. Если мы говорим про гражданский национализм – ну, окей, тогда я русский. Ну, а почему нет? Я абсолютно интегрирую в российскую действительность. Я знаю отлично русский язык. По-погрому русский, все правильно, да. А, ну заебись. Ну, пизда по грому тогда, что я могу сказать. Ну, тогда пусть строится национальное государство. Окей. Если по погрому ездят, ну, да, мы все русские. Рамзан Кадыров тоже. Ну, замечательно, да. И окей. И мы все, конечно, выберем по грому президентом, ага. Несомненно. Ну, мне кажется, настолько очевиден тогда тут бред всего, да. Еще раз, одно дело – гражданский национализм. По гражданскому национализму как раз, я думаю, что гражданский национализм во многом сегодня характерен для Российской Федерации, в том смысле, там, ну, это как элемент патриотизма, да. И по гражданскому национализму, да, мы все, как бы, кто живет в России или с гражданами России, мы часть России. И тут все логично, да, тут все логично, и, как бы, эта концепция, она абсолютно понятная. И она, в принципе, она работает, да, как и концепция национального государства. Но просто это разные концепции. Концепция национального государства и концепция гражданского национализма. И когда кто-то говорит про русское национальное государство, используется термин национальное государство, понятие национального государства. в этой связи давать определение нации, что нация это там, я не знаю, я не знаю, какое он даже определение дает, я не очень понимаю. То есть, если он считает, что из русских можно выписать и вписать, то это вообще некие русские, это вообще обморфное какое-то создание. По погрому важно, чтобы человек сам себя считал русским. Сам себя. Да это все херня. Я когда говорил с погромом, я понял, что по погрому русские это те, кому нравится погром. Те, кто подписан на СИП. Те, кто на носите горки, да. Те, кто у него, да. Те, кто у него донатит. Ну, это бред ебаный. Ну, о чем тут говорить? Да? Я, кстати, вполне допускаю, что там есть очень многие люди, которых он, уверен, уже давно выписал из русского движения, но они себя считают русскими. Кстати, кстати, если по-серьезному говорить, то вот это там коллективное эхо Москвы, от которого там у него и вообще вот, а, видимо, у этой тусовки рвет пердак просто нехило. Но большинство из них себя считают русскими. Я их знаю, этих людей. Они, многие из них евреи этнические, они себя евреями не считают, они считают себя русскими и абсолютно искренне переживают за Россиюшку. То есть, ну, как бы... А как говорит... Как их называет сам Егор? Это либо этнические либералы, либо люди с фамилиями потенциальных жертв Холокоста. Да. Егор, так сказать, говорит, что он не антисемит, и повторяет это 20 раз подряд, да. И вот на такие тейки. Да, еще он сионист, он мне сказал, да. Он мне еще сказал, что он сионист, да. Смотрите, ну... Ага. Можно сколько угодно обсуждать чьи-то довольно бредовые, да, умозаключения. И вообще, то есть, ну... Понятно, что есть разные теории. Понятно, что каждый человек может себе придумать все, что угодно. Кто-то может считать себя эльфом и придумать эльфийскую нацию. Кто-то еще кем-то. А да, так и делают. Все правильно, так и делают. Так и делают, да. Есть вообще тема с микронациями очень прикольная тоже. Есть очень много разных прикольных хуйни. В этом можно играться. Я с этого начал. Я поэтому сказал, это не было в обиду. Да, я поэтому сказал, что по факту Егор фрик. Он фрик, это так. И вот вы сейчас это поддерживаете вот этими его теоретическими выкладками. Есть некая данность. Есть понятие национального государства. Оно связано с конкретным этносом. Есть понятие гражданского национализма. И это не предполагает... Гражданский национализм не предполагает строение национального государства. И надо просто определяться, что ты хочешь, да. За что ты топишь и так далее. Ну вот. Вот такой расклад. Меня тут еще раз поправляют в сабскрайб-чате. Говорят, что по грому русский это тот, кто сдал экзамен по русскому языку и истории. Подождите, прийти. Охуенно. Я думаю, все водители Яндекса тогда это русские, да. Окей. Так, ну. У них сейчас просто помимо... Они, по-моему, еще встать, ну, получить вот этот допуск к Яндексу. Насколько мне, кто-то вот мне рассказывает, надо сдавать сейчас экзамен по русскому. Окей. Еще раз задам вопрос. Александр, поясните... А, нет, стоп. Ладно, да, все правильно. Александр, поясните, пожалуйста, про... Ну и звуки. Живы? Вы живы-то? Я-то жив. Это не у меня такие звуки. А, Марго, это ты, что ли? Отлично. Жив ли Марго? Вот чей вопрос. Итак, Гойский пес 100 рублей. Еще раз задам вопрос. Александр, поясните, пожалуйста, про аспект национального государства в Израиле. В чем оно выражается? Там государственные должности только евреи могут занимать. А только евреи могут занимать? Или правительство... Это вопрос, да. Да. Или правительство проходит какую-то специфичную политику по сохранению еврейской культуры, языка и так далее. Отличную, от аналогичной политики других стран. Нет, государственные должности могут занимать кто угодно. И я поэтому сказал, что, например, сейчас правительство в теории могут войти арабы. Вообще все в Израиле в независимых национальных принадлежностях равноправны. И национальное государство и вообще здоровый национализм, он не про то, что кто-то дискриминируется и кто-то хуже. Он, повторюсь, не... Ну, так оно должно быть. Да, он не про негатив к другим, он про поддержку своих. В чем выражается национальный... Вот, собственно, национальный подход и национальное государство в Израиле. А то, что Израиль – национальное государство, это прямо прописано. Да, это прописано уже в двух законах сейчас, да. Да, был закон, была декларация независимости государства Израиль. И там было прописано, что Израиль является еврейским, вначале еврейским, и демократическим государством. Это прямо прописано было. То есть было прямо указание на эту этническую составляющую, именно государство. Не население, а государство. И потом, уже это было относительно недавно, как раз при Нитаняху, принят закон о национальном характере государства. Где было тоже подчеркнуто, что Израиль – это еврейское национальное государство. И в чем это выражается? Да, и почему это никак не ущемляет других? Это выражается в двух вещах. Первое, и это основное, это закон о возвращении. Что такое закон о возвращении? Это закон, который регламентирует, что любой человек, где бы он ни жил, если у него есть еврейские корни, там дальше в законе дается определение еврея, кто такой еврей, кто такие родственники еврея, потому что приезжать мы не только евреи, но и родственники евреев. Если, короче говоря, у него есть еврейские корни, плюс его родственники, все эти люди имеют право приехать в Израиль и получить израильское гражданство. И это основной момент, который характеризует, что это именно национальное государство. Не те, кто считают себя евреями. Если ты считаешь себя евреем, надо пройти Гьюр тогда. То есть, например, Гьюр просто как юридический фактор, Гьюр предусмотрен этим законом. Предусмотрен, что если человек прошел Гьюр, значит он еврей. Но от того, что ты просто считаешь себя евреем, от того, что ты знаешь историю или культуру, от того, что тебе нравится Каргин, ты от этого евреем не становишься, от того, что тебе нравятся какие-то раввины, тогда это все ни на что не влияет. То есть, должны быть еврейские корни. Тогда ты имеешь право получить израильское гражданство. И это то, что делает, прежде всего, Израиль именно этот закон, а возвращение считается основой вообще сианистской доктрины. Того, что народ имеет право на свою страну. Вообще, каждый народ имеет право на свою страну, но сианист, он говорит в данном случае про евреев. Этот закон, он основополагающий. Ну, например, в России, поскольку Россия не национальное государство, в России такого закона нет. Есть закон о соотечественниках, но это другой закон. То есть, он не привязывается к именно национальному фактору. Он скорее, кстати, по-моему, действует сейчас закон о соотечественном в России, надо уточнить, по которому бывшие соотечественники, им легче получить российское гражданство потом. Но он привязывается именно к понятию гражданского, скорее, национализма. То есть, именно к знанию языка, культуры и так далее. И это другая вещь. Это то, о чем я говорил. Это именно ближе к гражданскому национализму. Здоровому абсолютно гражданскому национализму. Закон о возвращении в Израиле – это именно основа сионизма. Это именно основа национального государства. Потому что если ты еврей, хороший ты, плохой еврей, это не имеет значения, согласен ты с нами, не согласен. У нас национальное еврейское государство, ты имеешь право получить это гражданство. Это первое. А второе – это да, то, что было упомянуто в вопросе, что в политике государства Израиля поддержка еврейской культуры внутри страны, поддержка национальных традиций и так далее. Поэтому все еврейские национальные праздники – это государственные праздники. В школе, даже в самых светских школах все равно преподается Танах, то есть еврейская Библия, преподаются какие-то еврейские основы мировоззрения, еврейская история и так далее. Плюс Израиль поддерживает активно еврейские общины по всему миру. То есть вот это вторая составляющая того, почему Израиль – это национальное еврейское национальное государство. Так, ваш монолог наконец закончился. Сейчас не могу. Мне ничего не имею против этих огромных монологов. Я такой, блядь. Да, на самом деле у меня есть примеры то же самое. Когда меня Маргинал зовет, он знает, на что подписывается. Вот другого не ждите. Из соседнего стрима к нам просится один человек, который хочет построить РНГ. Я между тем скажу, что госпожа Ям сказала мне, что вот лично я на Китакадзе не буду от движа отписан за то, что сказано на этом стриме. И Егор хочет к нам. Так что, Марго, если ты едите, ты отключился. Я не против, давайте, да. А Маргинал-то нет? А, я слышал, слышал, да. Ну, смотрите, я не против, Каргин не против, поэтому закидываем. Все, заебись, по-моему, все. Могу. Ты можешь сам закинуть, у меня нет. Будем делать как раз сейчас дебаты, да. Да, я только за. Я могу закинуть, в принципе, сейчас. Слушай, а вот помнишь, ты говорил вот эту идею? То есть я просто считаю, что это надо сделать, ну, если это уже делать, то, ну, вот когда что, донаты. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, Толь? Так я сделал все, уже несколько дебатов прошло, как бы можешь глянуть, хайлайты там, а охуенно все довольно. Не, просто я думаю, что такое, если у Егора припекло, да, и так далее, и он просится, так можно сделать вот именно в таком формате, чтобы это, ну, не прошло в хорошем смысле задаром. Понимаешь, о чем я говорю? Блядь, я пытаюсь вспомнить, нахуй, до секунды, я просто пытаюсь вспомнить, как Егора, нахуй, в скайпе зовут, блядь. А, Марго, 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 Миру Кай только что сказал, что Егор сможет нам присоединиться только через один час после того, как он проведет лекцию. Сейчас у него лекция вроде бы по Вьетнамской войне, возможно, я ошибаюсь с тем, или нет. Ну, вот так всегда, евреи только готовы, а русские сразу дают заднюю. Вот как так, а? Эх, Егор, Егор. Тогда у нас есть другой... Тогда у нас другой человек для дебатов есть, сейчас, секунду. Тут просто, как бы, искусственный интеллект. Господи, кибервиктор закидываешь, да? Нет, я не... Да, потому что... Да, 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 да. Это интересно. Можно про российскую... Я знаю, что у него это... Ну, видимо, у людей, которые разделяют такую позицию тоже. Про российскую империю. Империю. Про российскую империю, я думаю, с фотоадмином будет интереснее, на самом деле. Можно. Я к тому, что лучше оформлять все это именно как дебаты, и чтобы это было в формате именно дебатов. Вот о чем я говорю, чтобы в формате именно такого... В такой словесной дуэли, да. Ну да, но поскольку это два разных формата, то, в принципе, можно и так, и так. Они особо не пересекаются. Ну, смотри сам. Я за то, чтобы это приносило какую-то пользу, а не просто было выхлопом. Александр, смотрите, вы ведь сейчас дома, да? Вас просят подключить вебку, если у вас есть такая возможность. У меня сейчас такой... Нет, не совсем. У меня сейчас такой возможности нет. А когда вы хотите, чтобы... То есть люди сейчас подключат... Если сейчас, то я готов. Просто через час не факт, что я буду на связи. Да, это у меня второй вопрос. Будете ли вы еще через час здесь? Ну, вот я не уверен. Вот, через час не уверен. Сейчас? Сейчас давайте. Хотя лучше, конечно, чтобы это было оформлено как дебаты. Но если сейчас есть опция, то давайте сейчас. Но Егор, скорее всего, не может кинуть свой стрим. Да, да, да. Не, Егор не придет. У него, короче, лекция. Если у него лекция, то это реально будет только... Лекция для бояр, а холопы идут нахуй. Ну, вот. Да, да, да. Я просто пойду тоже охреневал, как он разделяет на бояр и клубов. Это тоже смешно. Друзья, короче, я со своей стороны открыт к раздаче словесных пиздюлей. Ну, да, да, да. То есть тут... Просто думайте, как это оформить, чтобы вам было тоже лучше, чтобы можно было потом это отдельной записью выпустить, чтобы это потом разошлось и так далее. Ну, а вы на донатах получили бабки. Ну, вот и все. Александр, скажите, считаете ли вы Ж-слово оскорблением? В польском языке вас так все называют. Ну, да, я тут хочу сказать, что в польском языке нет слова евреи, есть только слово на букву Ж. А здесь тоже нельзя произносить слово на букву Ж, да? Не, а все можно просто из уважения к Твичу и из уважения к Жмелевскому, которые всю эту срань будут смотреть. Кстати, жмых, приветьте еще раз. Мы из уважения не произносим Н-слова, Ж-слова и так далее. Я понял, какой это у вас, да, забавная толерантность. Смотрите, любое оскорбление, оно становится оскорблением в рамках определенного контекста. То есть, например, Никита, если я сейчас скажу, ну, Никит, ну, ёп твою мать, ну, почему такой хуёвый звук, да? У нас всегда так, мы тоже строим РНГ. Да, 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 я понял. Вот, своё, виртуальное, да? Короче говоря, то есть это не оскорбление, потому что, ну, это часть, как бы, диалога, да? Типа, если я просто, когда, там, кто-то тебе говорит, там, я ебал твою маму, да? Это понятно, это оскорбление, и это довольно жесткое оскорбление, вы не зависите от национальной принадлежности, да? Это надо понимать. То есть, а, зависит от контекста, б, от того, кто тебе это, конечно, опять же говорит. Одно дело, твой приятель, с которым у тебя, там, есть какая-то специфическая форма общения, к которой вы оба привыкли. И другое дело, когда ты абсолютно чужой тебе человек. Ну, вот так же, то же самое со всеми этими словами. То есть, в рамках еврейской тусовки люди очень часто так друг друга называют. В рамках, там, я не знаю, если это вот в рамках стрима, да, как-то это уместно, но почему нет? И другое дело, конечно, это может быть оскорблением, когда ты понимаешь, что человек этим хочет тебя именно оскорбить. Когда это оскорбление по национальному признаку, ну, и, как бы, у тебя возникает желание дать ему в морду. Вот, то есть, обстоятельства, да, то есть, контекст и кто говорит. Вот, если говорить про само слово, то в поиском это не оскорбительное слово, совершенно верно. Так в русском слово негр тоже не оскорбительное, да? Вот, ну, вам... Ну, вообще, я считаю, он очень оскорбительным, и я его еще со школы, на него еще со школы триггерился. Ну, вот я могу сказать, вот я могу сказать, что, ну, так получилось, что ко мне приходили ребята, там, с этого, как студенты, как в УЗ, с УРДН, да, африканцы, да, и, как бы, и когда в разговоре с ними, там, да, кто-то говорил, там, негр, и они говорили негр, они абсолютно это не обижались, они не считали это оскорблением, да? Ну, почему? Потому что они, как бы, они прожили, там, не знаю, там, сами, неважно, они откуда были, там, условно, Нигерия, да, и, там, и они, там, 17-18 лет приехали в Россию, и сейчас, там, по 25, они 10 лет в России, здесь это слово не считается оскорбительным. Есть другие оскорбительные слова по отношению к африканцам, да, ну, негр не считается оскорбительным словом, а в Америке считается то же самое, да, там, то же самое с евреями. Это слово не считалось, и не считается больше оскорбительным, это просто обозначение еврея. Почему оно в России стало оскорбительным? Это есть там целая история, почему так. Потому что это слово в негативном формате было взято, перенесено на русскую почву, да, еще во времена Богдана Хмельницкой, это слово там, как бы, оно было перенесено с негативным контекстом, да, с негативной коннотацией, и поэтому, как бы, здесь оно стало оскорбительным. При том, что там оно не оскорбительное. То есть у этого есть своя история, свое, как бы, объяснение, почему вот так случилось. Ну, и, как бы, то есть, соответственно, там оно не оскорбление, здесь оно оскорбление. То есть так же, как слово там негр, здесь не оскорбление, а в Америке оскорбление. Ну, вот и все. Но при этом надо, ну, это один уровень, а другой уровень, что надо просто понимать контекст и кто говорит. От этого тоже очень многое зависит. Вот так. Окей, мы вас поняли, но на всякий случай, администрация отвечает, мы осуждаем выбранный словарь, мы не согласны с нашим гостем, и мы н-слово не произносим ни в одном из двух его вариантов никогда. Блять, ну вы антисемиты же, но вот я вот так и знал, что вы антисемиты. А хэ-слово вы произносите? В реальной жизни, да, произношу. Учитывая, что я, кстати, один из них сам, на самом-то деле, то да, произношу. Нет, я про слово «хуй» сейчас. А, нет, я про другое, но тоже из трех слов, да. Понятно. Это сейчас забавно было. Читаем, читаем, но надо дальше. Я просто, мое личное мнение, мое личное мнение, что должно быть просто здоровое, естественно, уважение между людьми разных национальностей, и людей надо просто вне различной национальности уважать. Вот, и понятно, что не оскорблять. При этом искусственные, там, вот все эти баны просто за сам факт слова, да, в отрыве абсолютном, да, вот того вообще, что за слово, да, произносит, в каком контексте, а то кто произносит, это абсолютный бред. Это абсолютно неадекватный бред. И вот сейчас была забавная история, потому что, говоря про хэ-слово, я как раз реально имею в виду слово «хуй». Вот, это было просто сейчас смешно. Вот, поэтому, как бы, ну, я понимаю, что это правило современных соцсетей и так далее. Надо для себя просто понимать, где оно адекватно, а где не очень. Так, да, спасибо за ваш ответ развернутый. Читаем, значит, на самом деле, и донатов накопилось, и тейков, и чата тоже накопилось. Итак, следующий донат. Гойский, нет, стоп, это я уже прочитал. Гойский пёс, еще раз спасибо за 100 рублей. Так, сейчас я убежусь, что я сохранил. Да, я сохранил. Жора, 100 рублей. Александр, о какой еврейской национальности мы можем говорить, если евреи выглядят как коренное население, среди которого они приживались? Европейские евреи выглядят как европейцы, ближневосточные как арабы, африканские как, ну, видимо, Н-слово. Просто признайте, что вы обычные цыгане. Понятно, окей. Еврейская национальность, она определяется несколькими вещами. Она определяется генетикой, она определяется культурой, она определяется религиозной, скажем так, религиозной, не то что принадлежностью, а ассоциацией с какой-то, с определенной именно религиозной составляющей. Например, человек может быть атеистом, но при этом как бы в рамках религиозного мира причислять себя к иудаизму. Да, вот окей, с этим проблем нет. Так вот, если говорить про этнические вещи, то поскольку у нас сейчас практически расшифрован геном человека, сейчас делают всякие генетические исследования для определения всех предков, национальности и так далее, вот в Израиле таких исследований было сделано вагон и маленькая тележка. Вот, потому что, собственно, вот эта внешняя разница, она была довольно всем очевидной, всех как раз интересовала, да, кто еврей, кто не еврей, как бы, вот как оно работает. Так вот, если говорить про восточных евреев и про ашкеназов, про европейских евреев, то генетическое исследование установило не просто, 100% короче, установило, что и ашкеназы и сифарды – это представители одного народа. То есть у них генетические пересечения, ну, там какая-то заоблачная цифра, то есть, повторюсь, чуть ли не к 100% приближается, да, это представители одного народа. Теперь, то есть сегодня можно через генетическое исследование выявить, сколько у человека вот этой генетической информации, да, относящейся именно к определенному этносу, можно к еврейскому. Так вот, у ашкеназов, по-моему, в итоге там… Или у тебя сейчас, не помню, у кого больше оказалось, у сифарды, у ашкеназов, кто меньше подвергался ассимиляции. По-моему, кстати, сифарды меньше подвергался ассимиляции, чем ашкеназы. Вот. А может ли наоборот? Я вот, я вот, я вот, я помню, что я прочел, там, это был целый ряд статьи, там, они рассылались, присылались. Я помню, что я еще прочел, это было, это у меня как бы произвело такое впечатление, да. Но суть в том, что генетически нет никаких сомнений, что сифарды, что ашкеназы, они являются потомками древних евреев. И между собой, соответственно, это один народ. Да, это один народ. Почему есть внешние отличия? Ну, это довольно очевидная вещь. Понятно, что факторы ассимиляции, факторы внешних, природных данных тоже влияли. Это довольно понятная вещь. Значит, ну, надо быть совсем дурачком, чтобы этого не понимать. Теперь по поводу как раз африканских евреев, фалаши, эсиопские евреи, то вот то генетическое исследование, которое было проведено, показало, что они этнически, скорее всего, не евреи, что они потомки, потомки группы празелитов. То есть, что это была какая-то большая группа, которая именно приняла иудаизм. Поскольку я сказал, что еврейский народ, он складывается помимо, то есть есть несколько стульев, да, вот, как раз это забавно звучит. Вот, помимо этнической составляющей, есть еще и религиозно-культурная, то поскольку фалаши, да, они, несомненно, сегодня часть, они приняли на себя и культурную составляющую евреев, и религиозную, что очень важно, да, то понятно, что сегодня они часть еврейской нации, часть еврейского народа. Ну, вот как бы так. То есть сочетание вот этих факторов, наличие вот этих факторов, хотя бы большинство из них дает возможность причислить человека к еврейскому народу. Вот как бы такой расклад. Опять же, если мы говорим про наличие культурного и религиозного фактора в отрыве от национального, что для того, чтобы человек причислить к еврейскому народу, в этом случае сам народ должен его принять. То есть недостаточно того, чтобы, как сказать, недостаточно того, что человек просто скажет, я еврей. Ну, это будет с той же серии, что человек просто скажет, я русский. То есть, ну, наверное, там, для разных персонажей от этого становится русским, но как бы мне это кажется довольно странным, да. Вот. То есть народ должен его каким-то образом... То есть мало хотеть работать в «Газпроме», надо, чтобы еще «Газпром» хотел, чтобы ты там работал, да. Это логично вполне. Так вот, в случае с еврейским народом, есть официальный путь входа — это ги-юр, да. И считается, что те же фалаши, как бы это потомки вот этих празелитов, которые прошли ги-юр, и таким образом присоединились к еврейскому народу, и поэтому они теперь евреи. Вот так. А цыганы обижать, они прикольные. Благодарю за... Блин, я не могу... Сука, держаться про цыган, не шутить. Так, все. Благодарю за эту... Не трогайте цыган, блядь. Не трогайте цыган. Ну, давайте. Да, именно так говорили. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо. Идем к следующему донату. Следующий вопрос. Я, кстати, хотел... Да, да, перед вопросом мне я, кстати, хотел сказать два слова. Это не будет, как обычно, длинная речь. Про цыган сегодня... Ну, поскольку цыгане их уничтожали во время Холокоста, да, преследовали, вот, сегодня, насколько мне известно, еврейская община России, отдельные еврейские организации, точнее, России, они хотят помогать цыганским общинам, цыганам, да, цыганскому сообществу устанавливать памятники, вот, память, собственно говоря, вот этих погибших. И, ну, понятно, что, как бы, это не является никакой обязанностью евреев и так далее, но, в целом, это, вот, мне кажется, очень так, с точки зрения гуманизма, правильно, потому что, как бы, ну, это правильно, там, цыгане, правда, погибали, это, то, это национальная трагедия, как бы, ну, вот так вот. Вообще, я, кстати, никогда не понимал ни любви к цыганам, вот, могут, но я не, собственно говоря, то есть, я никогда не сталкивался вот с... вот тот образ цыган, который часто транслируется, да, я его никогда не видел, я с ним просто никогда не сталкивался, да, живя в Москве, там, путешествия по России, там, ну, не знаю, практически, наверное, ну, это единичные случаи были. Вот, может быть, вот так у меня уже сложилось, да, я знаю ребят цыган, вот, вот, они были вполне себе очень такие, ну, просто интеллигентные ребята. Вот так. Они не ругались, когда... Так, ладно, идем дальше. Так, вот нам тут пишут, стоп, это вроде был не последний донат. А, да, следующий донат. Александр, интересно вас слушать, спасибо, что вы есть. Что можно, допустим, прочитать, посмотреть, прослушать про аспект национального государства в Израиле? Ну, вы меня просто вынуждаете снова рекламировать мой YouTube-канал, на котором все это будет, вот, смотрите, есть очень много разной литературы, если серьезно, вот, самое разное, то есть, если мы говорим про современных, да, авторов, то у меня вообще есть идея сделать такую литературную подборку и публиковать ее, да, чтобы люди могли узнавать мнение, ну, в общем, самых разных подходов, левых, правых, да, на ситуацию в Израиле, именно вот на этот аспект, почему Израиль национальное государство, в чем это проявляется, ну, все то, что я сегодня раскрывал, только вот, более, там, научной точки зрения, вот. А если мы говорим про классиков жанра, да, то есть, про основателей, то, ну, я считаю, что из, там, отцов-основателей государства в литературном плане никто не мог, не смог произойти Жаботинского, да, это, там, основатель правого сионизма, и в литературном плане, как он это обосновывал, я считаю, что его, ну, его, во-первых, он его очень, ты сказать, его читаешь, это очень такой возвышенный русский язык, очень возвышенный, да, там, я не помню, по-моему, Горький сказал, что если бы Жаботинский не ушел в сионизм, вообще в политику, то у нас, там, лице Жаботинского, да, был бы чуть ли не второй, ну, там, не второй Достоевский, да, то есть, что русская литература лишилась, там, великого, великого писателя, да, он, во-первых, просто очень круто писал, да, во-вторых, он и вправду очень интересно раскрывает все эти мысли, и он и вправду, вот, у него очень интересные есть мысли по поводу, как раз, он был очень сильно против, чтобы евреи шли в русскую революцию, он там объясняет, почему, как раз он объясняет, что, ребят, не лезьте, да, не надо, скажем, займитесь своим, как бы, не лезьте в это, да, объясняет это, да, именно философски, да, идеологически объясняет, он и объясняет, каким должно, на его взгляд, быть идеальное государство, как оно должно быть построено, что это должно быть, с одной стороны, сочетание, как бы, вот этого национального подхода, с другой стороны, сочетание, там, где-то демократии, либерализма, при этом очень важные моменты, там, что надо себя уметь защищать, да, что очень важно обеспечить внутреннюю безопасность, да, он объясняет, почему, как бы, какие есть проблемы с социализмом, да, объясняет, какие есть какие, очень тоже интересные моменты, он объясняет, какие есть, где противоречия между социализмом и национализмом, почему эти вещи, когда они сочетаются, вот, в одном социализм и национализм, почему это всегда пиздец, он, у него есть, по этому поводу, есть очень, очень крутые мысли, и это, и вправду, как бы, история показала, что национализм и социализм, когда они сходятся, это лютый пиздец, да, ну, пример Германии, да, национал-социализм, Вот. И вот он это раскрывает, почему это так. У него, повторюсь, очень много всего, и это можно и вправду потом переносить на самую разную почву. То есть у него есть там, он пишет, он там сто лет назад, он заранее говорит, он предугадывает, что будет миграционный кризис, и говорит, что очень важно сохранять государственные границы, чтобы не произошло вот этой неконтролируемой волны миграции, которая все снесет. Еще раз, я могу долго тут говорить, это будет очень долгий ответ, буду закругляться, это гений. Вот я могу посоветовать, вне зависимости от того, нравится вам еврей, не нравится, нравится Израиль, не нравится, его почитать в любом случае круто, потому что эти мысли можно перенести, в принципе, на любую почву. На любую почву и потом вот как бы начать думать. Человек просто во многом как бы, я считаю, опередил свое время. Сегодня, при том, что его язык очень классический, он все равно современен, он все равно актуален. Ну вот, вот примерно так. Так, следующий вопрос. Да, следующий вопрос был задан очень давно, где-то час назад, когда вы говорили про, собственно, кошерную пищу. Я его тогда не задал, потому что у нас тема резко переключилась. Задаю сразу два вопроса. Если курице дать поджопника перед тем, как убить, то это уже будет не кошерно? И вслед за ним. А бекон это кошерно? Там свинью-то... А, свинью то бегать, то лежать заставляют. Чтобы полоски сала и мяса вышли в итоге. Бекон не кошерно, а вопрос про курицу забавный. Я спрошу Равина. Это смешно просто. Да. Видите, как я могу кратко отвечать? Я даже на самом деле надеялся, что ответ будет подольше. Я смогу посмотреть на другие вопросы из чата. Итак, донатов у нас пока новых нет, поэтому я продолжаю читать вопросы плебеев из чата. Поменяйте фотку, Александр. Он прям в душеньку смотрит. Мне неуютно. Это не про вашу аватарку в скайпе, у вас ее нет. Это про ту фотографию, которая сейчас выведена на стриме. Там вы... А какая фотография? А пришлите мне. Вы делаете себяшку на фоне какой-то... Слушайте, ну это не универ. Я не знаю, что это на самом деле. Там ходят другие люди в кипах. Себяшку, селфи. Вы можете посмотреть. Да, вы можете посмотреть. А как посмотреть-то? Сейчас, нет. Есть только мои фотографии. Не надо на стрим заходить. Вот, вот, вот. Я вам сейчас прям кину, чтобы не мучились, а стрим не заходили. Пожалуйста. Окей, сейчас. А-а-а. Это синагоги. Ну, у меня здесь и правда более много характерной фотографии. Это в синагоге я выступаю. То есть, ну, это перед моим выступлением в синагоге, по-моему, на Хануке. Это как раз мероприятие, которое Шахар организовывал в московской хоральной синагоге. По-моему, это вот за, там, минут пять до моего выступления. Люди как раз рассаживаются. Понятно. Окей. Следующий вопрос, точнее, тейк из чата, из плебейского чата. Маргинал, он к тебе. У Маргинала же есть проект по дебатам. Пусть он Егора и Александра сцепит. Ну, Марго сейчас сидит без микрофона. Ага. Ну, можно попробовать. Я не против совершенно, как бы. У меня просто про Российскую империю, я думал, все-таки, чтобы был пэринг, как бы, Коргин-Вата-Админ. Тут надо просто с темой определиться. О чем я могу говорить с Просвирниным? Потому что про Российскую империю я согласен с Анатолием полностью. Есть, наверное, более, ну, люди, которые специалисты. В каком случае специалисты, которые, как бы, ну, это будет их, правда, более интересно. Я могу поговорить, конечно, про национализм с Егором. Но просто это тогда тоже быть вопросом не про русское национальное государство. Потому что странно, если Просвирнин будет об этом спорить со мной. Но это очень комиксно. Да. А, по-моему, типичная ситуация. Я даже не знаю, насколько тогда все, просто насколько все плохо у русского национального государства, если Просвирнин будет пытаться доказать еврею-сионисту, что, вот, смотри, русское национальное государство имеет право на существование, признай его, пожалуйста. Ну, это просто смешно. А не, я думаю, что целевая аудитория, она, как бы, увидит эти дебаты, как бы... Не задонатит, я понял. Будут восклицать, типа, они в своей финальной форме, как бы, наконец-то, блядь. То есть просто... Просто пришел еврей и говорит, не нужно русское национальное... Это смешно. Что-то я не говорю, что не нужно. Да ладно, что я не говорю, что не нужно. Это смешно будет. Вообще... Это как просто пришел куратор и отсчитывает. Да, 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 да. Вообще, объясните мне, кто такие русские, как бы, сначала, что это значит. Да, да, да. Вот такая... Так и будет просто, да. Нет, если всерьез, то можно говорить, в принципе, о том, что такое национализм, и, наверное, о правых идеях, да? Да, скорее просто вопрос про национальное государство в целом. То есть, что это вообще значит. Вот, то есть, в отрыве от РНГ. Да. Ну, можно попробовать, конечно. Александр, следующий вопрос вам. Я хотел сначала зачитать из плебейского, но нет, я из Собчата спрошу. Пусть расскажут про священный припуций, реликвию христианства. Но, может, это будет подольше. Денис не услышал. Про что? Священный припуций. Возможно, это какой-то рофл. Священный припуций? Да. Возможно, это... Препуций или препуций? Препуций. Не, окей. Ну, хотя бы это... Рофл должен быть, как-то, иметь какую-то связь. Все-то реально, да, там... Ага, крайняя плоть Иисуса Христа. Припуций? Да. Это крайняя... Священная припуция. Одна из реликвий, связанных с телом Иисуса Христа. Анатомически священная припуция является крайней плотью Иисуса Христа, появившейся в результате его обрезания. Ликвий приписывает многочисленные чудодейственные свойства. Вау. Вау. Это забавно, да? Слушайте, я ничего не могу про это сказать. А... А есть... Извиняюсь, а что? Типа считаете, что она до сих пор существует? Ну, видимо, да. Я тоже был удивлен, потому что эта штука должна была кристаллизироваться. Ну, вот, мягко говоря, да. Смотрите, я не могу ничего сказать про священные припуции. Это не ко мне, ребят. Я могу сказать следующее, что в Иерусалиме очень часто когда-то водят людей по экскурсиям, да, в том числе по религиозным, я имею в виду христианские экскурсии, да, в Иерусалиме есть целый, как бы, ну, такой путь, да, и там, не знаю, там есть места, там, считается, здесь, там, Ешу, там, упал, а здесь, там, Ешу, это Иисус, тут, на иврите, да, здесь Ешу, там, не знаю, прокоснулся ладонью, и там, типа, отпечаток у ладони, и так далее, и тому подобное, да. Отпечаток ноги, ладони, да, их очень много. Ну, да, да, да. Вот, и около каждого места там стоят всякие, там, не знаю, люди специально обученные, которые торгуют какими-то вещами, связанными с этим местом, там, типа, и там, ну, я не погружал, это, ну, там тоже что-то, об этом, где-то, где-то это какие-то запахи, где-то что-то еще, ну, окей, вот. Так, что я хочу сказать, не обсуждая достоверность или недостоверность всей истории, связанной с Иисусом Христом, хочу сказать, что Иерусалим за последние две тысячи лет, он вырос, как бы, если так можно сказать, да, тьфу, тьфу, наоборот, просел, просел, по-моему, на 20 или 30 метров, ну, как бы, то есть почва осела, там, по целому ряду причин осела почва, вот, на 20 или 30 метров, и такие можно, когда кого-то ведут около дома, да, или какой-то, например, столба, где там отпечаток руки Иисуса, то надо предполагать, что в Иисусе был, значит, рост где-то 30 метров, да, вот, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, смотрите, в каждой, в каждой религии есть какие-то свои вещи, свои какие-то корневые моменты. Почему, видимо, я не знал про священные припуцы, потому что, ну, все-таки я во всех смыслах очень довольно глубоко нахожусь внутри иудаизма, я могу где-то подискутировать, сделать какую-то дискуссию, да, с христианскими теологами, но я не внутри христианства, да, то есть я могу дискутировать по тому, что пересекается всё равно как-то, где есть спор с иудаизмом, как припуце, да, вот, про неприпуце нет этого спора, потому что в рамках иудаизма, в принципе, нет такого момента, как что там, не знаю, какие-то части тел кого-то сохранять и потом вот как-то момизировать и так далее, то есть этого у нас, в принципе, нету. У нас это непринято, неприемлемо и так далее. И поэтому это еврейская традиция, еврейская культура, она вообще вне этого видения, вне этого понятийного и психологического дискурса о том, что можно сохранять какие-то части тела, что эти части тела потом могут излечивать и так далее. Есть большая проблема в рамках уйдаизма, что, например, есть определенные могилы, где похоронены, например, какие-то известные раввины. И к этим могилам люди приходят и считается, что если положить что-то на эту могилу, прочитать какую-то молитву, и потом этот человек, этот раввин, который давно умер, что он тебе поможет. Это все равно не мощь, это все равно немного другое. Потому что никто не молится на кости. Никто не считает, что кости имеют какое-то божественное значение, что они имеют какую-то силу. Нет. Считается, что просто надо прийти именно на это место, потому что в этом месте дух этого человека обитает. Но даже с этим есть у нас проблемы. То есть даже с этим есть проблемы. И очень, например, знаете историю про брестловских хасидов, которые каждый год едут в Умань. Это в Украине город такой. И там похоронен такой Рэбе Нахман, основатель брестловского хасидизма. Это очень забавные ребята. Рэбе Нахман у него был такой, говоря современным языком, тейк о том, что познать Бога можно только через нирвану. Кто только уйдет в нирвану. Его современные последователи это понимают, что как уйти в нирвану? Потреблять алкоголь, танцевать, веселиться. Ну и, конечно, курить разные средства. И поэтому по Израилю периодически ездят такие машины, из которых вываливается толпа религиозных чуваков. Они там обычно обдолбаны уже. Они веселятся, врубают музыку на полную катушку. И там получается трэш. Потом они заходят и едут дальше. И когда это первый раз происходит, это забавно, прикольно. Ты это снимаешь на телефон. Но если ты живешь где-то по маршруту их движения, они так каждый день ездят. И это происходит у тебя где-то каждый день. Но через неделю ты уже начинаешь заебываться. И тебя это, наоборот, раздражает. Так вот, к нему на могилу вот эти брестловские хасиды, и не только брестловские хасиды, там еще и другие некоторые хасиды ездят. И они, когда приезжают в этот Умань, они, с одной стороны, приносят хреновую тучу денег, поэтому местное население в этом заинтересовано. А с другой стороны, они засирают половину Умани. В прямом, в переносном смысле. И там, поэтому, с одной стороны, Умань заинтересована, с другой стороны, постоянные конфликты из-за этого возникают. Так вот, если говорить о еврейском, классическом отношении к этому, ко всему, то эти ребята неправильно делают абсолютно. Потому что, ну, как бы, поклонение могилы, даже просто вот это, как бы, типа поклонению духу, которое вот рядом с могилой, это уже абсолютно неприемлемая вещь. Поэтому, повторюсь, в каждой религии есть свое, и это надо, как бы, да, у каждого религиозного течения свой путь, и, как бы, у христианства он свой, я его уважаю и принимаю, но, как бы, он не имеет отношения ко мне. То есть я, как бы, от этого дистанцирован, дистанцирован, поэтому я... Это я просто вот сейчас дал, как бы, видите, ушел все равно в сторону. Просто, может, кому-то будет интересно вот узнать, как у нас к этому относятся. Вот. У нас припуции... У нас... У нас припуции, короче, нет. У нас к этому не относятся никак. А я тут хотел дополнить, когда вы начали говорить... Я уж не стал вас перебивать, когда вы начали говорить про людей, которые съезжаются и начинают курить всякую срань, мне вспомнилась песня «Я Растаману узнаю издалека, я из кармана вытащу два косяка». Прочитаю следующий вопрос из племейского чата. А, к слову, если кому-то... Слушай, 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 к слову. А что же мы делаем тогда с этими, как его... С машинами. С обрезками, да? Вот как раз-таки да, вопрос. Куда вы дели свой? А куда вы дели? А, есть по этому поводу, кстати, классный анекдот, что там Израиль, как бы, типа, да, там, ну, есть это, как его... Как это называется? Синагога, да? И приезжает налоговый инспектор. Ну вот. И он там справа, там, сму ходит по синагоге, там, ну, посмотрел же отчетность, да, например, да. А там, пусть это там, не знаю, налоговый инспектор из Тель-Авива, да. Вот, к примеру. Это сейчас абсолютно вывод такой, да, рандомно. Вот. И приехал, да, он смотрит там, говорит, ну, окей, я посмотрел вашу отчетность, говорит, слушайте, ну, вот, не знаю, все понятно. А вот что вы делаете, вот когда вот у вас вот там всякая старая мебель и так далее, вы как-то это списываете, что вы делаете? Говорит, ну, мы отправляем в Тель-Авив. А оттуда что? Ну, там, как бы, там это и вправду списывается, и так далее, нам присылают новую мебель. Окей, хорошо, понятно. А вот, например, там, когда у вас там свечи сгорают, там, не знаю, вот что-то от свечей там остается, да, вот воск, что вы с ним делаете? Ну, мы тоже отправляем в Тель-Авив. Там, понятно, ну, а оттуда что? Ну, а оттуда присылают какие-то прикольные вещи из этих, ну, из этого воска слепленные, мы потом их продаем, там, не знаю, такие прикольные штучки, там, магиндовидики, там, шестиконечные звезды и так далее. Ну, он так спрашивает, 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 в какой-то момент они доходят до комнаты Мойля, Мойля, это чувак, который как раз делает обрезание. Говорит, о, а что, у вас здесь обрезание? Говорит, да, да, здесь обрезание. Что, обрезаете, обрезаете? А что с обрезками делаем? Делаете. Говорит, ну, как, в Тель-Авив, в Тель-Авив отправляем. Да, да, а оттуда? А оттуда вот вас присылают. Да, кстати, помню, хороший анекдот. Короче, что об этом, почему я, почему, как бы, я сказал, что припуциальный мешок к нам не относится, да, потому что, как бы, у нас это не сохраняется. Я вот, то есть, как бы, мы это вообще не сохраняем, мы это закапываем, ну, как бы, и все. То есть, это закапывается и, как бы, хоронится, да? И потом, скорее всего, ну, как... Не, хуйня. Хуйня? А что мы делаем? Расскажи. Хуйня. Давай. Сейчас расскажу. Знаете... Толя, это ты? Да. Да, а ты, ты все обрезал себе? Нет. Дорогие мои... Блять, Толя! Сейчас я расскажу секрет, очень важный. Давай. Вы когда в баре к пиву берете свиные вот эти шкурки, короче... Толя, обрез Писюн Побойся Бога Да, обязательно Пиздец, боюсь Ну, короче, мы шутим, понятное дело Хотя, блядь, это и так очевидно Мне просто сейчас надо куда ехать Поэтому я уже К сожалению, просто надо будет скоро завершать Минут еще 10-15 Короче, если серьезно Ну, я сказал, это хоронится Это просто закапывается и все Следующий вопрос Александр, скажите Толя, ты тут? Блядь, мы Толю опять проебали Ну, что на хуйня Да я-то тут Я просто на всякий случай Микрофон выключаю периодически Чтобы когда у меня интернет отваливается Не было А ты все еще едешь? Ты все еще в поездке? Я, конечно, в поездке 23 часа, это очень долго Александр, у вас спрашивают Пребеи из чата Какое у вас любимое аниме? Аниме? Это тетрадь смерти О, тетрадочка Манго лучше Идем дальше Так, дальше у нас Ну, кстати, я отрывки смотрел Не все Ну, как бы Я просто не фан Ну, не очень, как бы, манго Но Вообще, как бы, японское вот это вся аниме Ну, прикольная штука, в принципе Как бы То есть Понять, что японцы крутые чуваки Можно это там разделять, не разделять Там можно считать, что это многие наркоманские вещи Вот Но понять, что они крутые чуваки Можно просто увидеть их мультики Ну, это пизда Читаем Спасибо за ответ Читаем следующий Донат Где деньги шмелевские? Сто рублей Как учил преподобный отец припуцей Русские плохие Люди какие-то тупые Вот то ли дело цыгане У меня вот сосед Цыган с площади трех вокзалов Он такой мужик На всякий случай не одобряем цыганофобию Наркофобию Вокзалофобию Крышиканев И детефобию Буллинг Хуюлинг И Борис Юлинг А вот Борис Ковердинг Очень даже одобряем Такой донат Но это не вопрос Это просто рофл Из мемов Да ладно Правда рофл? Вау Ладно Ну да Вдруг Мало ли Кто-то не понял Читаю вопрос Ну да Продолжаю читать Вопросы из плебейского чата Пусть Александр расскажет Так Нет Это я уже читал Так Так Это я читал Когда вы рассказывали Про Каббалу Задали вопрос Который Это только я сейчас могу прочитать Итак Александр Про гематрию Вы слышали? Ну Что В чем вопрос Это просто вопрос Я знаю Слышали ли вы Знаешь Поскольку А это с донатом? Нет Это плебеи Вопрос А вы так Слушайте Ну у вас хоть как-то Более Там халоп А тут вас Плебеи Я понял Блядь А которые эти А которые С подпиской Они патриции Да? Нет Они сабскрайберы Которые Сабскрайбчатки Пишут они Сабскрайберы Припуцы Окей Короче говоря Не хочу показаться Социалистом Но даже Можно дать Мне кажется Более расширенный Ответ Так-то формально Могу сказать Да Слышал Да? Просто Ну Пусть человек Как-то задаст Более Более Развернуто Да? Что хочет узнать? Что вообще Что такое гематрия По сути Как бы Как сказать Это Это метод Анализа смысла Просто слов Да? В лудаизме Да? В текстах Еврейских Да? И Все это выражено Как бы О том Что каждая буква Имеет какое-то Числовое значение Вот Соответственно Что такое гематрия Это сумма Да? Вот этих числовых Значений Слова Да? Вот И Через вот эти гематрии Через эти числовые значения Там делаются Самые Разные Например Число зверя Не оттуда берет свое начало Число зверя Берет свое начало Нет Оно Нет Не оттуда Нет Это не связано С гематрией Что связано С гематрией Ну вот Например Считается Что У слов У которых Одинаковое С числовое значение У них Какой-то Скрытый смысл Ну вот То что сейчас Ну самое известное Про это Там Где написано Что слово Например Змей Да И слово Машех Да Змея и Машех Они имеют Одинаковую Гематрию По-моему там Не помню 357 Или 358 Да Ну вот Числовое значение И считается Соответственно Что Вот Какой-то Есть Какой-то Есть связь Соответственно Тайна Между этими Словами Вот И Собственно говоря Где Применяется Гематрия Ну это правильно Человек Да Спросил Да В основном В кабале Да Хотя в принципе В районистической Литературе Да Гематрии Встречаются уже Еще раньше Они встречаются В таламудический Период То есть это Второй Третий Четвертый Века Но расцвет Вот этой подхода Гематрии Да Это Это именно Кабала Вот И кстати Есть Просто про Кабалу И про Гематрии Да Это известные вещи Да Люди об этом Просто знают И вне еврейского мира На самом деле Очень похожая Вот идея Числового значения Букв Оно есть вообще В других Как бы культурах Вот В арабском языке Что-то такое есть В греческом Насколько я помню Что-то такое есть Просто Ну У нас это так Максимально Что-то называется Проработано И это как бы Стало известно Вообще Мы сделали пиар Этой системе Ну вот Вот так Так Я извиняюсь За этот громкий Громкий звук У меня телефон Режит Справа Сука И еще один Сейчас я Да чтоб вас Прекратите это У меня пришло Уведомление Где-то еще Десять минут Я буду стараться Быстрее У нас на самом деле Да У нас на самом деле Почти заканчиваются вопросы Фактически У меня остался Только один вопрос Из плебейского чата А доната пока Больше не осталось Вот последний вопрос Из плебейского чата Александр Когда вы вернете Голландские высоты Никогда А знаете почему Они мне Блять Не принадлежат Ой Сука Да А жаль В чате В чате В чате Начали В серьезе обсуждать Гематрии Говорят Как конкретно Тут что считается И так далее Вот например Один из людей Пишет что Гематрию мы проходили В школе Классе в третьем Наверное В рамках ознакомления С еврейской традицией Но точно не помню Это смешно Кстати Лось Да Забавно Так Я боюсь В плебейском чате Пока больше Ничего нет Поэтому У нас осталось Я понимаю 9 минут За 9 минут Мы в принципе Успеем обсудить Вторую тему Которую мы накидали Еще до стрима Итак Кто-то По Саудовской Саудовской Аравии Квадрокоптерами По Самой большой Нефтедобывающей Зоне Одной из самых Больших Добывающих Зон В регионе Маргу Говорит Что это Хрень Размером Целый город Так вот Вообще Лично я Считаю Что Там Видны Чьи-то Плешивые Уши Но я не буду На кого Намекать Как вы считаете Кто это Конкретно Был Официально Типа Полуофициальная Точка зрения Что это был Иран Как прокомментируете Эту новость Вы Насколько я Помню Оно просто Ну Вот эта вся Хрень Она находилась Недалеко От границы С Ираном И поэтому Как бы Это одна из причин Почему подумали На Иран Теперь Кто это мог быть Ну Чисто технически То есть Кто Надо понимать Один исполнитель Другой заказчик В чем вопрос Кто исполнитель Я тоже считаю Что Иран Я практически Ну Там просто нет Особо больше сил Которые способны Подобные организовать Кто заказчик Смотрите Тут можно очень много Гадать И самые разные Могут версии Понятно Что там Если я Смогу как-то Там Притянуть Что это Какой-нибудь Ватикан Это вообще Будет очень круто Да Это сразу Будет Как-то Если мы Хотим Просто Бучу Поднять Если по-серьезному То есть Противостояние Почему вообще На Иран Подумали Помимо того Что это все Рядышком Есть Противостояние Сейчас между Саудовской Аравией И Ираном Оно есть Противостояние Довольно Серьезное Почему Потому что С момента Обретения С момента Развала Османской империи В этом Ближеносточном Мусульманском Сообществе Было Непонятное Место Лидера Да И В 50-е годы Таким лидером Стал Египет И не просто Так Самое Такие Жесткое Противостояние У Израиля Было именно С Египтом Потому что Египет Это не просто Египет Не просто Большая страна С большим Населением Это был Лидер арабского Мира Именно лидер Арабского Мира При Абдель-Насаре И так далее Это был Да Главной Страной Да И например Та же Турция В те же 50-е 60-е 70-е Почему они Дружили с Израилем Турция была Тогда намного Более светской Чем сегодня Но тем не менее Турки Понятно Все Причисляли К себя К этому Сообществу Они понимают Что они тоже Часть этой Ближневосточной Картины И они пытались Таким образом Ослабить Египет Который был Лидером В какой момент Египет перестал Быть лидером Это не сразу Произошло Начал этот Процесс Президент Садат Когда Начал заключать Мирный договор С Израилем И заключил В итоге Его Это против Египта Сильно настроило Окружающие Почти все Другие Арабские Страны И в этот момент Началось Постепенное Падение Рейтинга Египта Впоследствии За счет того Что намного Усилилось Намного Более Выросло Нефтедобивающая Промышленность В Саудовской Аравии Постепенно На роль лидера Стала выходить Саудовская Аравия И это уже Где-то середина Восемидесятых И так далее Теперь Иран Все это время Он тоже существовал Но он не претендовал Шахский Иран Он развивался Очень быстро Но он не претендовал На роль лидера Впоследствии Иран воевал С Ираком Эта война Тоже была По сути Глобальная Тоже часть За лидерство В регионе И было у Ирака Протистояние Не дошло до войны Но протистояние С Саудовской Аравии Это все было Тоже Надо понимать Что в арабском мире Намного больше Чем проблем у них С Израилем У них проблем Между собой Но это довольно Очевидная вещь Что если посмотреть Те кто погибают В результате конфликтов На Ближнем Востоке Арабов Мусульман То Большинство мусульман На Ближнем Востоке Абсолютное большинство Погибает От рук Тех же мусульман Суниты от шиитов Суниты от сунитов Не важно Друг друга Они убивают Друг друга И есть Вот это Внутреннее противостояние Короче говоря К началу 21 века Иран стал Постепенно Занимать Все более И более Доминирующие позиции Иран стал Стопроцентным Лидером Шиитского мира Вообще в целом Шиитского направления В исламе И Ирак Был фактически Уничтожен Америкой То есть Ирак Сошел Как фактор Это теперь Не фактор Египет Не поднялся То есть Египет Остается Страной Чуть-чуть На задворках И по сути Есть три Три игрока Это Турция Которая при Эрдогане Становится Более-более Мусульман Исламской Это Саудовская Аравия Такой устоявшийся Иран И это Разбирающийся Иран И они между собой По сути Бодаются Втроем То есть Тут есть противостояние Вот этих трех государств Они между собой Бодаются То что сейчас делает Саудовская Аравия Когда она Это уже ни для кого Не тайна Что Саудовская Аравия Имеет сейчас Тесные контакты С Израилем Причем Сауды сами Начали Это уже Почти везде Написано Что Сауды сами Начали Эти контакты Почему? Потому что Нужна поддержка Против Ирана Для Саудовской Аравии Намного опаснее Иран Почему? Потому что он просто Ближе Чем Турция Вот Для Ирана Важно Как бы Подавить Саудовскую Аравию Как можно Потому что Опять же Турция Все-таки Чуть-чуть Чуть вдалеке И ближайший Соперник Это Саудовская Аравия Теперь чисто В военном плане Довольно очевидно Что Иран Превосходит сейчас Саудовскую Аравию И если бы У них была бы Возможность Опции Если бы не было США и Израиля Я думаю Иран бы уже напал Просто на Саудовскую Аравию И они бы выиграли Эту войну Скорее всего Они бы просто выиграли Вот А Сауды Это все прекрасно понимают Поэтому Сауды Ну уже Поэтому Саудовская Америка Сейчас намного Саудовская Америка Извиняюсь Саудовская Аравия Сейчас намного ближе Начинает пытаться Дружить с Америкой Еще ближе Чем раньше Потому что По-взрослому Уже нужна Военная поддержка Америки На всякий случай И поэтому Не только поэтому Но в том числе Поэтому Идут вот эти Подковерные Переговоры С Израилем Потому что Нужна страховка Нужна поддержка От Ирана Саудовская Аравия Ощущает это давление Ощущает эту угрозу Ну и В этом смысле Кто за этим стоит Я считаю Либо Иран Либо Турция Иран их Правда Более вероятно Потому что У Ирана Саудовской Аравией Сейчас более напряженные Отношения Именно у них Сейчас Идет столкновение Это может быть И Турция Вполне То есть Турция Тоже такое Может делать В принципе Эти три страны Между ними Будет Все более и более Нарастать конфликт Прежде всего Между Ираном И Саудовской Аравией Прежде всего Но Турцию Тоже нельзя Сбрасывать со счетов И это будет Не только конфликт стран Это будет еще В исламе Внутриконфессиональный конфликт Потому что Если говорить про Саудовскую Аравию И Иран То это прежде всего Столкновение Суннитов и шиитов И это будет усиливаться Эта ситуация У них будет Внутренняя конкуренция Поэтому Я не буду Выдавать Каких-то Конспирационных Конспирологий Не буду заниматься А пользуюсь принципом Кому выгодно И так далее Нет Нет Не ЗОГ Воспользуюсь Принципом Кому было выгодно Кому выгодно Поднятие цены на нефть Сделать выводы Смотрите Поднятие Окей Поднятие на нефть Выгодно Очень раз Я понимаю Вопрос про Россию Нет Я не думаю Что это Россия Ну вот Ценцент на нефть Выгодны Всем экспортерам нефть А почему-то Россия Почему не Норвегия Норвегия тоже выгодна А Норвегия Кстати тоже Да Они тоже экспортеры Да Да Почему не тот же А опять же Почему не тот же Иран Все тогда надо смотреть Почему не какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты Так смотрите У вас осталось Досталось два тейка Из плебейского чата Я один за нас Сначала тейки Из плебейского чата Частный инвестор Поставил Ну давайте Я могу еще У меня нет Смотри У меня нет такого твердого Просто я для себя решил Что где-то до 12 Там плюс-минус Там пару минут Не решат Окей Давайте Просто решаем Частный инвестор Поставил очень крупную сумму На удорожание нефти Перед тем Как нефтяные котировки Прибавили 19% На открытие торгов Об этом сообщает РБК Это было за день За открытие атаки дронов Я пару слов выпало Что я РБК Что сообщает Частный инвестор Поставил очень крупную сумму На удорожание нефти Перед тем Как нефтяные котировки Прибавили 19% На открытие торгов За один день Это в России? Где? А вот к сожалению Где? Не написали мне В плебейском чате Где это было Ну смотрите Могут так и было То есть вполне возможно Это просто непонятно Где это было Соответственно Из этого хирурга Может сделать Что кто-то об этом Знал заранее Кто-то это планировал Ну окей Логично Кто-то это 100% планировал И кто-то на этом параллельно То есть решил еще Наварить бабла Вполне в принципе все логично Вопрос донатом Байсангур Бинаевский 100 рублей Александр Как вы относитесь К Альберту Шпееру Считаете ли вы приговор 20 лет лишения свободы Справедливым? Кстати Отношусь я к нему Негативно Естественно Почему у Шпеера Был такой приговор Надо понимать Как Как формировались Приговоры В ходе Ньюргенского процесса Почему кому-то Там давали Не знаю Пожизненное Кому-то Высшую Меру Кому-то Те же 20 лет Там были Более Лайтовые Приговоры Не самые Жесткие Не самые Мягкие Приговоры Кто был Шпеер Он был Архитектором Окей К этому Не было Вопроса К нему Главный Вопрос Что он Был Рейхминистром Необороны Военных Припасов Вооружений Как-то так Это было Насколько я Помню Плюс Помимо Этого Помимо Этого Были Какие-то Его Различные Труды Его Видение Мира Которые Он Публиковал Которые Естественно Содержали Антисемитский Контекст Естественно Потому что Он был В этом Во всем Отождествлял Себя С Нацистским Движением С НСДП И так далее И тому подобное Вот Соответственно Отчего Был Такой Приговор Посчитали Что Шпейр Причастен К созданию К воссозданию Вот этой Военной Мощи Германии Без которой Она бы Не смогла Как сказать Не смогла Не смогла бы Начать Вот эту Новую Войну Вот Миссистем Не посчитали Не посчитали Что он Ответственен За Какие-то Геноциды И тому подобное Что он Лично Не отдавал На это Какие-то Распоряжения Что Правда Да Вот Что Абсолютно Правда Он Не отдавал Таких Распоряжения Кстати По-моему Насколько Я где-то Читал Что Шпейр Что О Шпейре Писали Что он Был единственным Что Гитлер Называл В каких-то Беседах В воспоминаниях Что он Застольных Речах Другом Да И что Он Единственный Вообще Его друг Во всем Рейхе Никаких Других Друзей У него Нет И вообще Он Такой Единственный И Неповторивый Да Еще Отдельные К нему Есть Претензии И То Почему Тоже Было Заждем Потому что Там же Все было Построено На подневольном Труде На всех Военнопленных И так далее Которых Просто использовали Рабский Труд И он Все это Знал Естественно Понятно Вот Вот И Все Это Все 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 Это Использую Вот Смотрите Насчет Сейчас Считаю Да Я просто Это я просто Решил Как бы Не уверен Что это Надо было Все Рассказывать Но Поху Я уже Это Рассказал Вот Я решил Просто Сделать Такую Вводную Типа Почему Так Да Вот Я Насколько Насколько Я помню Один из Моментов Почему Вообще Почему Вообще Ему Смягчили Сильно Приговор Да Что он же В 1944 году Он по-моему Выпал Он там болел Что-то У него Там было Были Какие-то Ну Какие-то Проблемы Со здоровьем Вот И он Начал Тогда выступать За прекращение Войны И этому Было доказательство Он представил Это доказательство На суде Да Вот И по-моему Когда Его же Предлагали То есть Он планировался Что он будет Как сказать Каким-то Министром Правительства Вот этих ребят Которые В июне 1944 Пытались Сделать переворот Ну вот Извест Я забыл фамилию Полковник Штаунсенберг Который пытались Взорвать Гитлера В его логове Сделать переворот И они планировали Что его поставят Каким-то Министром Да То есть Он считался Как бы Типом Все-таки Оппозиции Его же Там По-моему Сразу после Этого Попытки Переворота Приняли Он просто Умел убедить Что как бы Да Типа Ребята Я как бы Ну Вы не так поняли Да Вы не так поняли Да Я не с ними Вот Теперь Теперь Я сейчас просто говорю То что я помню Из истории И что ему Зачалось Как плюсы Плюсы В каком смысле Блядь Насколько здесь можно Говорить О каких-то Сука плюсах Почему ему Смягчающие обстоятельства Вот так скажем Он по-моему Был В начале 45-го Он был Один из немногих По-моему Не единственным Кто был против Вот этой тактики Выжженной земли Которую нацисты делали Отступая отовсюду Да Вот И он сумел По-моему Представить даже Какие-то Ну документации Докуменционное подтверждение Что он саботировал Некие приказы Там да О взрыве Там всяких О взрыве Там всяких Инфраструктурных моментов И так далее Плюс у него были Он утверждал Что он собирался Отравить Гитлера Ну это он уже Не смог это доказать Но он это утверждал И потом Он представлен Его Он представил на суде Своё письмо кому-то Где он пишет Что Гитлер Это уже Письмо там Март Да То есть Гитлер Еще у власти И как Он мог еще Как бы В принципе Грохнуть вполне Да Этого Шпейера Да И он представил там Письмо Что он Какие-то частные Переписки Называет Гитлера Что-то сумасшедшим И преступником Ну как бы Как бы вот так Плюс Плюс Наверное Для него Как-то сыграло В ходе В ходе Этого суда Что Гитлер Он же его освободил Еще от должности Когда перед Перед тем Как покончить с собой Он Шпейера снял То есть показал Этим какое-то Недоверие К нему Да Ну вот Поэтому Смотрите Как Как я отношусь К Шпейеру Ну понятно Что он все равно преступник Понятно Что он был Частью этой Идеологической машины Понятно Что без него Война не служит Ну как бы он участвовал В подготовке Германии К войне Которая Закончилась Великой трагедией Все это очевидно Читаю ли я этот Приговор слишком мягким Или не слишком мягким Не знаю Я не изучал Материалы дела Не могу сказать Не могу сказать То что Как бы Естественно Он заслуживал Жесткого Соответственно Максимально жесткого Наказания Соответственно Совершенным Преступлением Преступлениями Это очевидно Насколько 20 лет Отражало Не знаю Там я Опять же Насколько я помню Судьи же разделились То есть там Сколько-то было судей В принципе За там Смертную казнь Там кто-то был За пожизненное И кто-то за Ну За тоже Как раз за 20 лет И просто Тех кто за 20 лет По-моему Оказалось больше Да И они там Я помню И там по-моему По шпейру Там был долгий срач В этом В ходе И в итоге И в итоге Приняли решение Про 20 лет Вот Ну вот Собственно Вот так И главным Главным Аргументом Почему Собственно Против него Было Вот эти два Аргумента Первое Что он В принципе Воссоздал Инфраструктуру И второе Что он Использовал Ну вот Это рабский Труд заключен Вот Поэтому Я не К сожалению Здесь я не могу Ответить Насколько это Справедливо Да Именно 20 лет И как бы Наверное Такой Инстинктивно Я могу сказать Что наверное Правильнее была бы Смертная казнь Но это Инстинктивно Поэтому я Стараюсь не поддаваться Инстинктам по жизни Ну по крайней мере Там где-то В этом нет Остре необходимости Вот Поэтому я не знаю Когда не знаю Я просто говорю Что не знаю Дали ему 20 лет То что это был злодей То что с ним были Огромные проблемы Очевидно Насколько справедливо ХЗ Ну вот Произошло то Что произошло Такой дали ему Такой дали срок Повторюсь Я просто Ну как бы Я насколько это помню То есть были вот такие Смягчающие И отягчающие обстоятельства И смягчающие Я тоже перечислил Чтобы просто понимали Почему именно 20 лет Вот Вместе с тем Рабский труд И то что он создал Вообще вот Всю эту структуру Военную Германию Вот так Ну вот да Когда Шпейер Решался Он видимо Ходил по комнате Сюда-сюда И приговаривал Я решусь И богу я решусь Так Смотрите Последние два тейка Чтобы вас не задерживать Во-первых Это с его слов То есть Вы же понимаете Это он говорит Что он так делал Не факт Что он так делал Да Последние два тейка Давайте Так Сейчас один момент Мне нужно кое-что Запринскринить И вывести это на экран Один момент пожалуйста Буквально Буквально 30 секунд Так Сохраняю Снимок Пересохраняю Захожу В ОБС И проверяю Да Итак Значит смотрите Никит 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 Да Да Напоследок А продублируйте Еще раз Ссылки Я просто знаю Народ подписывается Да И там сейчас как раз Мне сейчас написали Админы С телеграм-канала Что они какой-то Новый материал Специально выдали Для многих Пришедших Да Так Сейчас я скину И на вашу Телегу И на ютуб канал Смотрите Тезис из чата Да друзья Подписывайтесь Будем вам рады Тот человек Те Сейчас Момент Как их там Те инвестора Которые Положили Очень большую сумму На нефть На поднятие нефти Они Были из РФ То есть Возможно Прешивая Окей Неважно Но при этом Другой человек На это отвечает Что Если посмотреть На график Брента То судя по этому Графику Действительно Стоило входить То есть Это было Безотносительно Нападение То есть Человек мог не знать Легко Что нужно было Заходить Мог не знать О дронах А в них Можно было заходить Просто потому Что такой был график И краски Час Смотрите Да Никит А даже Если Предположим Что не был бы Этого фактора Безотносительности Даже если Это связано Я не вижу У России В этом заинтересованности То есть Намного больше Со всех точек зрения Именно Реального Ирана По факту А то что Человек находился В России Почему Он не должен Быть связанным С Ираном Он должен быть С Ираном Находиться в России Это вообще Не значит Что он Действует Связанным Именно с Россией А если бы Он находился В Америке Это что Америка Сделала Ну где Логика Где Связь Как бы То есть Ну Я связи Просто не вижу Вот так Последний Вопрос Скорее всего Еще раз Если Не уходить В конспирологическую Хуету Скорее всего Это правда Иран Ну просто По всей Объективной Рациональной Логике Окей Все Последний вопрос Он из Плебейского чата Донатов у нас Незачитанных нет Итак Александр Скажите пожалуйста Я читал Что-то По тесту ДНК Что По нему Могут дать Гражданство Израиля Насколько Это правда Не Не Это не правда Это не правда Почему Потому что Тест ДНК При всех Своих моментах При всем То что Там Как бы Это считается Уже Это научная Как бы Данность На Там На 190 Процент Это еще Он не имеет Пока Юридической силы Для отдачи Гражданства Это не связанные Вещи Для получения Гражданства Надо документарно Документами Доказать Что ты еврей Либо документарно Либо Это всегда документарно Либо какие-то документы Подверждают Что ты еврей Это если Мы говорим Про Россию Про СНГ Если мы говорим Про Америку То это Документы Подверждающие Только от Местных общин Которые могут Это подтвердить Потому что В Америке Никогда Не делали Записи О национальности Людей ДНК-тест Может Скажем так Влиять Когда у вас Есть Какие-то документы Под какие-то Но чего-то Не хватает И у консула Возникают вопросы ДНК-тест Может И вправду Убедить консула Что Это могут быть Дополнительные Последние капли Последним Фактором Который Перевесит Весы В вашу пользу Это правда Возможно И в этом смысле ДНК-тест Да, влияет Но только Сам по себе ДНК-тест Не определяет Право на гражданство Чтобы получить Чтобы доказать Своего еврейства Нужны документы Так Ну что Я думаю Что у нас Наконец-таки Закончились И донаты И вопросы С плебейского чата Поэтому Поэтому Я сейчас Наверное Александр С вами попрощаюсь Да, все Большое вам спасибо Что Пришли К нам На стриме Да, это был Не твич-канал Маргинал Нас смотрели Скромные Примерно 800-900 человек Сейчас нас смотрят 734 человек Потому что Уже полночь В России 15 минут Первого Да, извините За технические Моменты За технические Неполадки Извините За то Что были Не такие уж Интересные Может быть Вопросы Большое Как раз Все было Как раз Вопросы И Я хочу Никита Тебе сделать Комплимент Очень хорошее Качественное Ведение Вот так Спасибо Обычно Мне говорят Немного Другие вещи На основном Зрители Из племейского Чата Так что Да Я Ага Вот Марго Но Марго Опять не слышно Поэтому Я От От лица Зрителей От лица Канала Всего И от лица Убермаргинала Который сейчас Говорить не может По техническим причинам Благодарю вас Сердечно Еще раз И прощаюсь С вами Спасибо Все Всем шалом Всем пока Так Александр Покинул Здание Поэтому Марго Мы с тобой Остались вдвоем Так Мэй И я Да Тебя слышно Немного Робовость Но мы тебя Слышим Ну хорошо Ну Слушайте Дорогие Зрители Я хочу Сказать Что Ну Те донаты Которые Были Вкинуты На этом Стриме Они Мною Будут Потом Зачитаны На следующих Стримах Так или иначе Я на них Отвечу Вот А на сегодня Я думаю Имеет смысл Завершить Трансляцию Потому что Ну Как бы Особо Нечего Ну Да То есть Сейчас Уже Не будет Возможности Как бы Вы Видите Чисто На Энтузиазм Марго Ты Слово Энтузиазм Пропал Я знаю Что Маргинал Хотел Сказать По идее Да Все К этому Ушло С Александром Мы Попрощались Стрим Был Высочно Неплохим Стрим Шел 3 часа 20 минут 3 часа 11 минут Стрим Для вас Вел Я Накита Кадзе Он же Никита Ветров Вы можете Подписаться На мой YouTube канал Вы можете Конечно же Подписаться На канал Поучительной Истории На Twitch Канал Uber Маргинала Все ссылки Есть в описании Я крайне надеюсь Что все ссылки Ну кроме Как на меня Есть в описании Подписывайтесь На нашего Второго гостя На Александра Да В гостях У нас Сейчас еще раз Фотографию Выведут В гостях У нас был Александр Каргин Лидер движения Шахар Я пытался Скоро Глава Лидер движения Шахар Итак Все Последние слова Сегодня Воскресенье 22 сентября 2019 года 0 часов 21 минута По Москве Сейчас Меня смотрят Ну и наш канал Тоже Смотрят 619 человек Спасибо всем Кто писал В полибийском чате Я зачитывал Ваши вопросы Пока вы меня Хайлайтили Хотя вы тупые Безмозглые бои Это все равно Делал Спасибо Отдельное Тем Кто писал В сабскреб Чате Чтобы мне было Удобно Это читать Ваши вопросы Я задавал Раньше Чем плебейские Вопросы Отдельное Огромное Спасибо Людям Которые Донатили На этот стрим Донаты Я пытался Зачитывать Извините За технические Палатки У нас Нет доступа К той Донатинке Которая Уводилась На экран Поэтому Если донаты Мы часть Профукали То Как бы На этом все Маргинал Прочитает Все донатом В следующем стриме Но к сожалению Да Там уже Гости Не будет Отдельное Спасибо Хозяину Канала Поучительной Истории Отдельное Спасибо Нашему Первому Гостю Убер Маргинал И Убер Маргинал Лингвист Паук Если бы Не ты Мы бы Здесь Сейчас Не собрались Все это Благодаря Тебе Ну что Со всеми Попрощался Осталось Показать Факт Двачером Я знаю Собак Что вы Тоже Смотрите И на этом Сегодня В 0 Часов 23 минуты Я С вами Всеми Наконец Прощаюсь Вот Все 0 часов 25 минут Огромное Спасибо Отдельное Всем тем Всем тем 535 Людям Которые До сих пор Не спали И слышали Все это Срань По какой-то Сранной Причине Не нажали Наконец На кнопку Выключить Сраного Грузина К чертовой Блин Матери Огромное Всем еще раз Блин Спасибо Всем спасибо И пока Па Да